Статья называется «Нулевая толерантность к прагматике». Автор Кристофер Гаукер. Он профессор философии в университете Зальцбурга, если я не ошибаюсь. И диссертацию, я так глянула, он защищал под руководством Селлерса. А до этого, по-моему, если не ошибаюсь, учился у Дэвидсона. Но вот тут могу ошибиться. Но, собственно говоря, диссертация под Селлерсом у него была защищена. Это небольшая маленькая его статья. которая называется «Нулевая толерантность к прагматике», которую очень часто цитируют в различных других статьях и в книжках, посвященных как раз-таки всяким вопросам соотношения семантики и прагматики. Несмотря на то, что я обычно интересуюсь вопросом взаимоотношения семантики и прагматики применительно к индексикалам, эта статья, она больше посвящена демонстративам и проблеме, соответственно, взаимоотношения семантики и прагматики при построении теории значения демонстративов. Но так или иначе, мне кажется, в ней есть несколько интересных, любопытных моментов по семантике и прагматике вообще в целом, не применительно к какому-то конкретному типу выражений. Вот, соответственно, поэтому я решила ее прочитать и вам рассказать. Итак, в введении, в небольшом введении к своей небольшой статье фактически Гаукер начинает с того, что выдвигает свой основной тезис, и этот тезис звучит следующим образом, что пропозиция, которая выражается в высказывании говорящего, которое он делает в определенном контексте, никогда не зависит от того, что говорящий намеревался сообщить, или, другими словами, не зависит от интенции этого самого говорящего. Так как к предложению приписывается пропозиция не только стандартного фиксированного значения слов и способа их связи друг с другом, то есть тот самый принцип композициональности, то возникает вопрос о факторах, которые влияют на определение пропозиции, то есть на приписывание этой самой пропозиции вот этому какому-то высказанному предложению в определенном контексте. В число таких факторов часто в последнее время стали включать интенции говорящего, но с точки зрения Гаукера это совершенно неверно, и никаких интенций говорящего в рамках, соответственно, теории значения, которая помогает определить пропозицию, выраженную в высказанном предложении, быть не должно. И вот эта своя идея, этот свой основной тезис как раз-таки о том, что интенции говорящего не должны включаться в число факторов, влияющих на приписываемую пропозицию, соответственно, он именует тезисом нулевой толерантности к прагматике, ну или тезисом нулевой терпимости к прагматике. И вот, собственно говоря, этому тезису и будет посвящена остальная его статья. Но, естественно, нужно понять, что он имеет в виду под прагматикой. Под прагматикой он понимает изучение того, как выраженная пропозиция зависит от того, что говорящий намеревается сообщить высказыванию. То есть, собственно говоря, какое влияние оказывают интенции говорящего на вот эту самую выраженную пропозицию в высказанном предложении. Значит, к области прагматики относится то, что связано с интенциями говорящего. Так как, собственно... Ну, собственно говоря, это уже вторая часть введения закончилась, и вот начинается, соответственно, вторая часть его статьи, где он предлагает посмотреть на общий фреймворк, в котором, в общем-то, общие какие-то представления о том, как обычно понимается взаимосвязь между высказываниями, предложениями и пропозициями, которые они выражают, и посмотреть, откуда вообще возникает этот вопрос о том, что влияют ли интенции говорящего, то есть включаются ли они в число таких факторов, или не включаются. Ну и то есть фактически сейчас он будет излагать какие-то такие базовые положения, которые так или иначе плюс-минус всеми принимаются. И вот начинает он с того, что согласно, соответственно, стандартному такому представлению, языковая коммуникация предполагает выражение говорящим пропозиции при помощи высказываний и понимание слушающим этих самых пропозиций, которые были выражены в высказывании. Соответственно, когда слушающий правильно понял ту пропозицию, которую намеревался выразить говорящий в своем высказывании, соответственно, между ними произошел коммуникативный успех, у них случился, и они, соответственно, можно сказать, что языковая коммуникация была успешна. Задача семантической теории, соответственно, заключается в том, чтобы определить, какую пропозицию слушающему следует приписать в ситуации языковой коммуникации с говорящим. То есть семантика в каком-то смысле должна помочь... То есть семантика направлена на слушающего в каком-то смысле, ну и отчасти тоже немножко направлена на говорящего, но об этом будет попозже в конце статьи. Здесь пока Гаукер говорит о том, что фактически семантическая теория должна объяснять, что конкретно должны знать говорящие, чтобы они могли коммуницировать друг с другом при помощи языка. Ну и, соответственно, это знание должно как раз-таки помочь тому, кто становится, занимает роль слушающего. Оно должно ему помочь в понимании того, что, соответственно, выразил говорящий, что он имел в виду. Далее он фактически, Гаукер фактически затрагивает вопрос о том, кто же является носителем истинности в рамках теории значения, то есть пропозиции, высказывания или предложения. Ну и вот здесь он в рамках такой стандартного представления говорит о том, что высказывания нельзя напрямую приписывать пропозиции, так как высказывания – это конкретные языковые акты, которые были реализованы конкретными агентами. Соответственно, говорящие должны знать не то, как интерпретировать какие-либо конкретные акты каких-либо конкретных агентов, а как интерпретировать вообще любые высказанные предложения. Соответственно, одно дело интерпретировать какое-то одно предложение, то есть какой-то токен, а другое дело, когда нам нужно интерпретировать целый тип предложений. И вот, соответственно, говорящие должны знать, как интерпретировать вообще любые предложения, а не только одно какое-либо конкретное, какой-то токен. Соответственно, в таком случае объектом семантической интерпретации должны выступать предложения, которые, естественно, понимаются как абстрактные объекты. Дальше. Однако два высказывания одного и того же предложения могут выражать различные пропозиции. То есть два токена одного типа предложения могут выражать различные пропозиции. Значит, семантическая теория должна приписывать пропозиции некоторой паре, где у нас, соответственно, S – это предложение, а C – это контекст. То есть паре предложения и контекста, то есть фактически некоторому предложению в контексте, а не просто какому-либо вообще предложению и так далее. Под контекстом понимается все, что необходимо знать, опять же, говорящему и слушающему, помимо самого высказанного предложения, для того, чтобы можно было успешно приписать пропозицию. Так как контекст влияет на предложение, в котором оно используется, соответственно, высказывается, значит, как раз-таки разместимость, нахождение предложения в контексте, оно, вот этот факт контекстной зависимости предложения, он как раз-таки ответственен за то, что предложение может выражать различные пропозиции. Значит, если мы хотим определить, какая пропозиция была выражена, нам нужно не только предложение, нам еще и нужен и контекст, в котором это предложение было высказано. Интерпретация высказывания, соответственно, это интерпретация некоторого предложения, сделанного, осуществленного в контексте. И фактически здесь Гаукер говорит о том, что мы должны понимать, что когда говорим о пропозиции, которую выражает высказывание, мы говорим о двухместном отношении, то есть у нас есть некоторое отношение выражения, вот я вот это «е» обозначила, и, соответственно, у него есть тут несколько аргументов, то есть высказывание и пропозиция. Но когда мы переходим, соответственно, в семантическую теорию, раз мы напрямую высказыванием не приписываем наши истинностные значения и не говорим, что высказывание выражает пропозиции, то у нас получается тогда трехместное отношение выражения, где у нас есть предложение, контекст и пропозиция. То есть фактически вот мы высказывание переводим в вот эту пару предложений и контекст. Семантическая теория, следующее как бы базовое допущение, базовое предположение в этом основном фреймворке, но говорит нам о том, что семантическая теория находится в подчинении у теории языковой коммуникации. То есть коммуникацию мы определяем как такое действие, которое имеет место там, где слушающие интерпретируют некоторые высказывания, выражающие пропозицию. Но, соответственно, в соответствии с последним слайдом мы понимаем, что на самом деле пропозицию выражает только предложение в контексте и как бы высказывание выражает эту пропозицию вторичным образом, например, а не напрямую. Интерпретация, то есть обнаружение выраженной в высказанном предложении пропозиции осуществляется компетентным говорящим при использовании некоторого метода интерпретации, то есть который ему доступен для того, чтобы выяснить, какая же пропозиция там находится. Интерес к обнаружению пропозиции в выраженном высказывании – это, собственно говоря, интерес к той мысли говорящего, которая скрывается за его словами, которые он использовал для того, чтобы, соответственно, высказать эту самую пропозицию. Пропозициональное содержание мысли говорящего – это и есть та самая пропозиция, которую он выражает в своем высказывании. Контекст же добавляет некоторые определенные элементы к предложению, которые необходимы для обнаружения пропозиции. То есть это фактически вот то, что было сказано на предыдущем слайде. То есть для того, чтобы определить пропозицию, нам мало знать только предложение, нам еще неплохо знать, в каком контексте оно было употреблено. И в соответствии с тем, что у нас требуется знание контекста, каких-то элементов контекста, которые помогают определить ту самую пропозицию, которую выражает предложение, возникает вопрос того, что мы должны отграничить содержание контекста от определяющих факторов контекста. Ну вот, соответственно, он их называет детерминанты, я решила их перевести все-таки, чтобы не совсем калькой использовать эту фразу. У нас прагматическая концепция контекста рассматривает интенции говорящего либо как содержание контекста, либо как определяющий фактор контекста. То есть вот мы провели это разграничение, и, соответственно, интенции говорящего могут попасть либо в первую часть, либо во вторую часть. В первом случае предполагается, что интенции говорящего являются прямо компонентами контекста, и фактически прямо элементами его. И такая картина, такое представление характерна с точки зрения Гаукера для тех, кто отвергает возможность рекурсивного приписывания пропозиции вот этой самой паре из предложения и контекста. Он тут упоминает Карстен и реконотип, конкретно среди тех, кто такой позиции придерживается. Ну, то есть отвергает возможность рекурсивного приписывания и помещает интенции говорящего в само содержание контекста. Во втором случае интенции говорящего не являются, соответственно, содержанием контекста, они либо определяют содержание контекста, все вообще содержание контекста, либо только его часть. То есть они фактически уже выступают вот этими самыми определяющими факторами контекста. И в таком случае, когда мы придерживаемся такого представления о том, куда нужно поместить интенции говорящего, а именно в определяющие факторы контекста, мы предполагаем, что говорящий указывает на некоторый объект, высказывая некоторый демонстратив, который указывает на этот объект, тогда и только тогда, когда высказывание демонстратива является частью высказывания, посредством которого говорящий намеревается сделать так, чтобы слушающий осознал, что говорящий думает именно о этом самом объекте. То есть чтобы он осознал, какие интенции у говорящего были, а интенции эти были указать на вот этот конкретный объект при помощи использования вот этого самого конкретного демонстратива. И, соответственно, такое представление, оно как раз-таки характерно для второго, давайте я верну назад, для второго представления о том, куда нужно помещать интенции говорящего в содержание контекста или в определяющие факторы контекста. Ну и, соответственно, Гаукер говорит о том, что вот если говорить о том, где же все-таки место интенции говорящего, то оно именно с его точки зрения как раз-таки в определяющих факторах контекста. И вот это описание того, что происходит, когда говорящий указывает на некоторый объект при помощи демонстратива, это фактически вот вопрос, как интенции говорящего будут выступать в качестве определяющих факторов контекста, в котором говорящий делает свое высказывание с демонстратива. Так, далее в рамках, опять же, этого же фреймворка мы должны понимать, что для каждого высказывания, которое выражает пропозицию каким-либо вторичным образом, опять же, должен иметься некоторый контекст, который этому высказыванию соответствует, ну или, как он тут говорит, там, принадлежит. Соответственно, для каждого высказывания, которое выражает пропозицию, должно быть что-то, что определяет содержание контекста, который ему соответствует, который ему принадлежит. И даже если интенции говорящего не являются такими факторами, которые определяют содержание, все равно тогда должно быть что-то, что таким фактором будет. То есть независимо, пусть будет это не интенции, но тогда должно быть что-то другое. И, соответственно, когда мы говорим о прагматике, мы должны понимать, что прагматика как раз-таки связана с изучением вот этих определяющих факторов контекста. Это именно позиция Гаукера, и к этой прагматике, к пониманию такому прагматике, у него никаких претензий нет. То есть такая прагматика действительно имеет место быть. И изучать определяющие факторы контекста – это как раз-таки ее основная задача. Однако если мы понимаем прагматику в предыдущем смысле, как изучение интенции говорящего, которые выступают этими самыми факторами содержания контекста, то вот к такой прагматике может быть только нулевая толерантность. И вот, собственно говоря, этот тезис о нулевой толерантности к прагматике – это как раз-таки тезис о отсутствии толерантности к изучению интенции говорящего. Именно потому что с позиции Гаукера они как раз-таки не являются факторами, которые определяют контекст, в котором совершается некоторое высказывание. Если понимаем прагматику как просто изучение определяющих факторов контекста, не только интенции говорящего, а вообще что-либо за их пределами, то, соответственно, такая прагматика хороша и должна быть. Далее, соответственно, следующий раздел статьи Гаукера как раз-таки посвящен основному возражению вот этой идеи, что интенции говорящего все-таки являются определяющими факторами для контекста высказывания. И здесь он сразу фактически, по-моему, заявляет свой тезис о том, что интенции говорящего, они не определяют содержание контекста, соответствующего принадлежащего высказыванию. То есть они не определяют выраженную пропозицию в некотором высказе. И тот самый аргумент основной, который Гаукер приводит для того, чтобы поддержать свой тезис, заключается в том, что у слушающего практически нет доступа к ментальным состояниям говорящего, а интенции говорящего – это и есть его ментальные состояния. У слушающего были бы большие сложности с интерпретацией высказываний говорящего, если бы он должен был знать интенции последнего для того, чтобы определить содержание контекста, а затем проинтерпретировать сделанное в этом контексте высказывание. Поэтому слушающий не может использовать метод интерпретации, который требует от него наличия знания об интенциях говорящего. То есть этого знания у него быть, в принципе, не может, соответственно, потому что ментальные состояния, они приватные, и у слушающего нет никакого доступа к этим ментальным состояниям. Значит, он не может полагаться на подобный фактор для того, чтобы определить контекст высказывания и определить выраженную в высказывании пропозицию. Связано это с тем, что сам по себе метод интерпретации высказывания, то есть понимание обнаружения этой самой пропозиции, требует того, чтобы имелись такие аспекты, в которых совершается языковая коммуникация, аспекты ситуации, о которых слушающий обычно осведомлен. Ну а раз быть осведомленным об интенциях говорящего быть нельзя никаким образом напрямую, то, соответственно, они не могут выступать определяющими факторами контекста. Такими факторами, так как они все равно должны быть, должно же быть что-то, что поможет определить контекст, содержание контекста, в котором осуществляется высказывание, такими факторами должны быть какие-то аспекты ситуации, к которым у слушающего имеется все-таки доступ некоторый, ну а к интенциям говорящего, так как они приватные, никакого доступа нет. Здесь далее, соответственно, Гаукер иллюстрирует свою позицию, приводя... Ну и, собственно говоря, дальше будут ее разбирать на вот так называемых минимальных демонстративов. Я решила их перевести минимальными, а не голыми как-то оно так, по-моему, более теоретично звучит. Такими демонстративами, соответственно, называются обычные демонстративы, то есть этот и тот. В противовес им сложные демонстративы, минимальные, там, не знаю, максимальные демонстративы. Это демонстративы, которые имеют около себя какую-либо, соответственно, существительную, например. То есть там, например, эта кошка, там, тот стол и так далее. То есть когда нет определяющего существительного, на который указывает демонстратив, то, соответственно, у нас перед нами минимальный демонстратив. Если существительный имеется, то, соответственно, максимальный или сложный. Здесь, соответственно, в случае минимальных демонстративов контекст определяет, что тот или этот указывает на некоторый х, то есть на некоторый объект, потому что говорящий, произнося этот самый демонстратив, имел намерение указать на x. Это такая вот стандартная концепция, которая как раз-таки признает, что интенции говорящего должны являться определяющими факторами контекста. Но тогда мы должны проводить такое, на первый взгляд, различие между тем, что определяет контекст в качестве референта слова, тот или этот, и тем, на что говорящий имел намерение указать, сказав тот или этот. Ну вот так называемое понятие референции говорящего, по-моему, от крипки пришедшей. И в таком случае мы должны утверждать, что сам контекст должен уточнить, то есть дать какую-то информацию о том, что вот этот самый наш использованный демонстратив, тот или этот, указывает на этот самый объект x, тогда и только тогда, когда то, на что имел намерение указать наш говорящий, произнося этот самый демонстратив, действительно является этим самым объектом, этим самым x. Галкер снова повторяет свое возражение о том, что в таком случае референция демонстративов будет при таком понимании просто недоступна слушающим. Связано это с тем, что для определения референта демонстратива слушающему необходимо будет обнаруживать интенции говорящего, которые у него имелись, для указания на объект, затем проводить сравнение между тем, на что контекст указывает, на что, соответственно, хотел указать говорящий, и смотреть, тождественные эти объекты или нет. Но, соответственно, раз мы не можем обнаружить интенции говорящего ни в каком случае, значит, мы не можем осуществить процесс отождествления двух объектов, выяснить один и тот же x, на который у нас был был референтом в случае контекста и в случае референции говорящего или нет. Сделать это говорящие, опять же, не могут. Все, что им доступно, это слова говорящие. То есть возможности заглянуть в интенции, обнаружить, на что же там действительно хотел говорящий указать, мы не можем. И в качестве иллюстрации своего возражения Гаукер приводит что-то типа, опять же, иллюстрации некоторой ситуации, некоторого случая, в котором происходит несовпадение референции говорящего и слушающего. Но слушающий определяет референцию, исходя из максимально доступного ему контекста, и вот этот контекст и, опять же, интенции говорящего, они входят в некоторые противопоставления. Приводит он в следующую ситуацию, что представим, что Гарри и Салли находятся в магазине, где Гарри примеряет галстуки, ну а Салли, соответственно, смотрит на все эти примерки и высказывает свое мнение, хорошие галстуки или нехорошие. В момент времени Т1, когда будет Салли делать свое высказывание, Гарри имеет на себе повязанный вокруг шеи яркий розово-зеленый галстук. Это уже не первый галстук, который он примеряет, он примерял до этого много, и вот в какой-то там момент времени Т0, два галстука до вот этого яркого розово-зеленого, на Гарри был коричневый галстук в серую полоску. Соответственно, в момент Т1 Гарри в розово-зеленом галстуке, он смотрит на себя в зеркало, и Салли в этот момент продолжает тоже смотреть на Гарри и делает высказывание «этот подходит к твоему новому пиджаку». То есть у нас обычный этот минимальный демонстратив, не комплексный, не сложный демонстратив, то есть она не сказала «этот галстук подходит к твоему новому пиджаку», она просто сказала «этот подходит к твоему новому пиджаку». Но на самом деле Салли, когда делала свое высказывание, она имела в виду не розово-зеленый галстук, который в Т1 находился на Гарри, она имела в виду галстук, который находился на Гарри два галстука назад, то есть в момент времени Т0, потому что сначала ей показалось, что он ей не понравился, а потом она подумала, что нет, хороший галстук, он все-таки подходит к новому пиджаку. И вот эту мысль в момент времени Т1, соответственно, высказала, делала свое высказание. То есть для Салли, если мы будем анализировать эту ситуацию, референтом этот будет выступать коричневый галстук, так как она все-таки имела в виду-то его. Для Гарри же референтом будет выступать розово-зеленый галстук, потому что, ну, вроде как очевидно, что этот обычно указывает на тот, который имеется в нашем присутствии прямо сейчас, а не который как бы был вот там вот два галстука назад. Соответственно, Гарри... Соответственно, Гарри у нас не в состоянии выяснить и вообще осознать, что Салли имела в виду галстук коричневый, а не розово-зеленый, потому что все условия, все факторы контекста, которые помогают определить референт демонстратива, они все указывают на то, что галстуком должен, у референтом должен быть все-таки розово-зеленый галстук. Доступа к интенциям Салли и к мыслям Салли у Гарри нету. Соответственно, выяснить, что... и определить пропозицию-то о том, что коричневый галстук подходит к твоему новому пиджаку, Гарри не в состоянии. Он определяет пропозицию, как розово-зеленый галстук подходит к твоему новому пиджаку, ну а, соответственно, это совершенно не та пропозиция, которую бы высказывала Салли. Ну а раз слушающий не смог схватить пропозицию, которую выражал говорящий, значит, успеха коммуникации не случилось, и, в общем, семитическая теория не смогла дать говорящему какие-то средства для того, чтобы вот этот успех коммуникации обеспечить. Таким образом, эта иллюстрация как раз-таки, которую Гаукер приводит, она как раз-таки нужна ему для того, чтобы показать, что ориентироваться на интенции говорящего в случае определения референции демонстративов, это плохая идея. Мы не можем это сделать. Дальше, в следующем разделе статьи, который называется «Семантическая теория минимальных демонстративов», Гаукер пытается выяснить, почему, собственно говоря, интенции говорящего включают в число таких факторов. Вроде бы очевидно, что мы до них доступа не имеем, значит, они не должны включаться, но почему-то мы все равно их включаем. И далее пытается разобрать, какие, соответственно, еще есть другие кандидаты, помимо интенций, на число вот этих факторов, определяющих контекст. И здесь он нам говорит, что причина внесения интенций говорящего в число факторов, определяющих контекст, и, соответственно, помогающих определить выраженную в высказанном предложении пропозицию, это банальное незнание того, что еще могло бы выступать таким фактором. То есть из-за того, что мы не знаем, что еще определить, другие факторы кажутся какими-то не очень корректными, не очень хорошими, мы сдаемся и определяем, решаем, что таким фактором должны выступать интенции говорящего. Альтернативой интенциям чаще всего обычно может быть так называемая заметность, соответственно, объекта референции, ну или вот, не знаю, видимость, яркость, то есть то, что выступает во время восприятия, вот эта самая salience. Если мы будем ее понимать, однако, в обычном смысле, то есть как просто то, что привлекает, соответственно, внимание при восприятии, то такая теория будет просто ложной. Связано это с тем, что, во-первых, нет только одного заметного объекта в окружающей среде, то есть и внимание слушающего и говорящего может быть направлено на разные объекты. Во-вторых, даже если бы такой референт, такой объект был, то наш демонстратив, этот или тот, не обязательно должен указывать именно на него, то есть нет никакой семантической необходимой связи между тем, чтобы быть самым заметным объектом и обязательно быть объектом референции вот этого самого демонстратива, этот. Опять же, эту свою идею, то есть критику того, что у нас должна быть, мы должны заменить интенции как фактор на заметность, как фактор, иллюстрируется такой историей, что три друга находятся дома у одного из них и планируют идти домой к другому другу, чтобы чинить ему крышу. Один из друзей, Джо, говорит, спрашивая точнее, нам надо взять с собой это. Ну вот в английском там стоит that, но если мы на русский будем переводить, мы вряд ли скажем этот, мы скажем это. Вот. Где это указывает на лестницу, которая стоит в гараже. Кристофер отвечает, что нет, не надо, так как он знает, что дома у Майкла, к которому они идут, чинить, собственно говоря, крышу, лестница есть. И поэтому он отвечает, что нет, зачем нам еще одна. Однако Майкл, соответственно, делает следующее высказывание. Джо прав, потому что та лестница сломана. Где тот указывает, ну, точнее, та указывает на лестницу в доме Майкла, а не на ту, которая наиболее заметна в ситуации коммуникации. То есть они все там стоят в гараже, смотрят на эту лестницу, и Джо, соответственно, спрашивал, нужно ли нам вот это взять с собой. Тут, соответственно, правда, сразу у меня возникает вопрос о том, насколько теория минимальных демонстративов должна повторяться для теории сложных демонстративов, потому что здесь, очевидно, у нас уже не минимальный демонстратив в ответе Майкла, а сложный демонстратив, потому что появилась существительная. Но Гаукер, видимо, считает, что допускает, что никакой разницы между минимальными демонстративами и сложными демонстративами у нас здесь не будет, раз использует такой пример. Ну, видимо, может быть, где-то в других статьях он об этом говорит. Здесь, по крайней мере, я так поняла, что для него процепиальной разницы нет. И поэтому он в примере использует вместо минимального демонстратива вот в третьем высказывании, соответственно, сложный демонстратив. Таким образом, в ситуации коммуникации наиболее заметным объектом и объектом, о котором шла речь в разговоре, является объект, который наиболее всем явно виден в случае ситуации восприятия, потому что эта лестница, вот она здесь у нас находится в гараже, мы все вокруг нее стоим. Но, тем не менее, Майкл использует демонстратив вроде с тем же самым значением, но указывает при помощи его на лестницу, которая как раз таки не заметна с точки зрения восприятия в ситуации коммуникации, в которой они находятся. Причиной такой ошибки в целом, то есть вот мы попробовали заменить интенции на заметность, но все равно тоже ничего хорошего не получилось. Причиной ошибки Гаукер говорит о том, что причиной ошибки является допущение некоторого наличия простого детерминистического правила для определения референции демонстратива. То есть почему мы решаем, что интенции говорящего должны быть фактором. Не получилось с интенциями, давайте попробуем заметность. Тоже не получилось в этом случае. Неудачи в обоих случаях связаны с тем, что мы допускаем, что должно быть только какое-то одно простое, четко определяемое правило, которое поможет, если мы будем ему следовать, оно поможет нам и определить эту самую референцию демонстратива. Однако это допущение неверное с точки зрения Гаукера. И если мы не будем допускать существования такого правила, то мы, тем не менее, все равно должны выделить некоторые критерии, которым должен удовлетворять референт демонстратива, чтобы, соответственно, быть этим самым референтом. Называет он такие критерии критериями доступности. То есть если у нас объект удовлетворяет всем критериям доступности, то он является референтом нашего используемого в коммуникации, коммуникативной ситуации демонстратива. То есть это не одно какое-то правило, как мы до этого считали, когда говорили об интенсиях или говорили о заметности. Это должен быть какой-то целый набор критериев, То есть не одно четкое, строгое, детерминистическое правило, а, грубо говоря, несколько. И вот далее он предлагает разобрать, какие критерии, соответственно, могут быть и как, соответственно, пытаться определять референт демонстратива. Ну вот, действительно, всем этим критериям должен удовлетворять только один единственный референт демонстратива. И контекст высказывания с демонстративом как раз-таки будет уточнять, что референтом демонстратива является объект, который наилучшим и наиболее адекватным образом удовлетворяет критериям доступности. То есть может быть несколько, например, объектов удовлетворяет этим критериям, но только один из них удовлетворяет наилучшим и адекватным образом. То есть лучше всех выделяется из всех остальных объектов, и, соответственно, тогда мы называем его референтом демонстратива. Вот он предлагает шесть кандидатов на роль таких критериев, то есть шесть возможных критериев. Это заметность, которая была как раз таки ранее обсуждена, предыдущая референция, релевантность, рациональность. Я предложила ее так перевести, хотя у него здесь стоит charity, но, мне кажется, это не совсем корректно по-русски звучит, если там благотворительность ее переводить и так далее. Дальше, соответственно, указания, то есть обычный жест указания и некоторое место в серии, то есть наличие какой-то позиции в серии. И последовательно далее Гаукер предлагает их разобрать. Первый критерий – заметность. Как мы определяем соответствие с этим критерием? Мы говорим, что референтом демонстратива является то, что слушающий может легко обнаружить в пределах своего местонахождения, то есть то, что является для него заметным в окружающей для него среде. То есть референтом не должен, согласно такому критерию, быть ни единственный объект вообще, ни самый заметный среди других. То есть, в принципе, этот критерий довольно мягкий, довольно гибкий. Мы можем говорить о визуальной заметности, можем говорить о слуховой заметности, можем говорить о запаховой заметности и так далее. То есть все то, что мы можем заметить при восприятии наших объектов окружающей нашей среды. Но мы должны понимать, что подобные критерии, то есть визуальная, слуховая, запаховая, эти критерии, они неприменимы для интерпретации, например, написанных текстов или при референции к нечувственно воспринимаемым, то есть абстрактным объектам. Соответственно, критерий заметности у нас не будет, например, работать, если мы будем интерпретировать написанные тексты. Ну, либо если он будет работать, то будет работать очень ограниченно. И, соответственно, тоже будет плохо работать при референции к абстрактным объектам, ну, с пропозициям, например, если мы пытаемся определить, там та пропозиция была выражена, или это, и так далее. Следующий критерий, который он предлагает, это предыдущая референция. То есть референтом демонстратива является то, что ранее уже упоминалось в дискурсе. Дискурсом может быть как устный разговор, то есть где вот ситуации Гарри и Салли и вот этих трех друзей, так и какая-либо, соответственно, текстовая ситуация. Ну, то есть дискурс, наверное, тут можно заменить вот этим выражением, которое я использую в коммуникативной ситуации. Чем более рано упоминается наш объект в дискурсе, то есть наиболее последний упомянутый объект, тем наиболее успешно будет схвачена референция демонстратива, которая на этот объект указывает. Упоминать можно, соответственно, в дискурсе как эксплицитно что-либо, так, соответственно, и имплицитно. В этом случае критерий не накладывает ограничений на то, каким должно быть упоминание. Следующий критерий – это релевантность. Референтом демонстратива является то, о чем имеет, в принципе, смысл говорить, опять же, в какой-то коммуникативной ситуации. И зависит это, конечно, от цели этой коммуникативной ситуации, обстоятельств, которые она реализуется, и того, что было сказано ранее. То есть тут, соответственно, небольшая отсылка к предыдущему критерию о предыдущей референции. Следующий критерий – это рациональность, которую я перевела как рациональность, хотя она у него черити. Референтом демонстратива, согласно этому критерию, является то, что будет выдавать наиболее рациональную интерпретацию предложения, если мы решим, что референтом демонстратива является вот именно вот этот объект. То есть мы, когда производим интерпретацию предложения и пытаемся разрешить семантическую неоднозначность, мы должны интерпретировать это предложение с учетом, в общем, с некоторой такой установкой о том, что говорящий у нас является рациональным агентом, и, соответственно, мы должны попытаться дать максимально рациональную интерпретацию тому предложению, которое он предложил, о том, который он высказал, и, соответственно, смотреть, что бы могло быть референтом демонстратива, что бы могло помочь нам получить эту самую максимально возможную рациональную интерпретацию. Критерии релевантности, Гаукер нам говорит здесь, следуют из критерия рациональности, но не наоборот. То есть можно сказать, что это нерациональное в объекте, что, тем не менее, будет релевантным в коммуникативной ситуации. Следующий критерий – это указания. Здесь, соответственно, референтом демонстратива является то, на что указывают фактически пальцем говорящий во время произнесения демонстратива, то есть при помощи указательного жеста. Можно, соответственно, заменить указующий жест при помощи пальца на кивок головой, указание локтем и еще какими-то другими частями тела. Они тоже могут считаться указующими актами, хотя и с меньшей надежностью. То есть степень надежности определения того, что слушающий правильно определит референцию твоего демонстратива в ситуации, когда ты указал на него, кинул головой, она становится меньше. Однако здесь возникает вопрос с проблемой, ну вот он называет это случаями отложенной остенсии, ну или вот иногда еще тоже их называют отложенная референция. Что делать, если референт демонстратива не удовлетворяет критерию указания? То в таком случае Гаукер говорит, что он должен иметь какое-либо отношение к объекту, который этому критерию удовлетворяет. О чем идет речь? Речь идет о том, в таких ситуациях, когда мы указываем при помощи одного высказывания на, в общем, не тот объект, на который оно должно было указывать согласно его семантическому правилу. Вот, например, здесь с демонстративом мы говорим «это скоро будет готово», то есть используем демонстратив Z, отдавая, ну там, кивая головой, или отдавая ключи от автомобиля, соответственно, там, владельцу или еще кому-то. То есть непосредственным референтом в данной ситуации являются ключи, то есть мы говорим «это», и «это» вроде как напрямую указывает на ключи от автомобиля, но, естественно, мы ведем речь не о ключах автомобиля, а о самом автомобиле, который там, соответственно, где-то в ремонтной мастерской находится и стоит. Или тут у него, соответственно, да, у него тут пример был с арендой автомобиля, но то же самое можно там в шиномонтажке, например, предположить. То есть если мы будем напрямую, согласно критерию указания, интерпретировать референт демонстратива «это», мы должны сказать, что речь идет о ключах, и говорят, что ключи от автомобиля будут скоро готовы. Но очевидно, что речь идет не о ключах, речь идет о готовности автомобиля. И, соответственно, в таком случае мы вносим некоторые изменения, некоторые расширения или дополнения к критерию указания и говорим о том, что референт демонстратива должен иметь хоть какое-либо отношение к объекту, который этому критерию, соответственно, удовлетворяет. То есть ключи с автомобилем как-то все-таки связаны, у них есть какое-либо отношение друг с другом, даже фактически прям очень сильно важное отношение друг с другом. Ну и, соответственно, поэтому мы можем перенести референцию, перенести, соответственно, референт, в общем, осуществить перенос референции. Ну или там похожие ситуации тоже из примера того же самого Нандберга о том, что... Так, вот, я говорила про то, что у Нандберга есть похожие, соответственно, примеры, но они были связаны не с демонстративами, а с индексикалами. Например, когда я говорю, что я припаркован сзади. Я не имею в виду, что я конкретно припаркован, припаркован все-таки мой автомобиль. Но, тем не менее, почему-то я использую индексикал я, который вроде как должен всегда указывать на того, кто говорит, то есть на агента, но почему-то я его использую для того, чтобы указать на автомобиль и так далее. Но в данном случае критерий указания у индексикалов, он не работает. Это как бы просто иллюстрация того, что есть еще похожая проблема и с индексикалами. Следующий и, собственно говоря, последний критерий доступности, о котором говорит Гаукер, это место в серии. То есть референтом демонстратива является то, что идет следующим по порядку в серии рассматриваемых объектов. Мы можем перечислять, соответственно, какие-либо объекты, там говорить этот, 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 и, соответственно, референтом является тот, что будет, тот, который будет следующим. Вот тут он говорит, что мы там смотрим на какие-либо. Смотрим на то, как там, не знаю, производят конфеты или что-то, шоколадные батончики, наверное. Вот шоколадные батончики на заводе, и вот там проверяют, есть там брак или нет в этих батончиках. И, соответственно, вот говорящий произносит высказывание, там этот хороший, этот хороший, этот хороший, этот плохой. Соответственно, когда я говорю, что этот плохой, нужно шоколадный батончик с производства, с этой линии производства забрать. Ну и, соответственно, мой демонстратив, как говорит Гаукер, указывает на тот батончик, который проходит мимо меня. Ну, а так как он проходит мимо меня, он был все-таки в серии. Ну и вот в некоторой серии, соответственно, он здесь. Мы можем определить референт этого высказывания, именно этого демонстратива в этой ситуации, именно потому что он находится вот в этой самой серии из нескольких объектов. И, фактически, возвращаясь к тому примеру с Салли и Гарри, Гаукер говорит о том, что этот критерий, скорее всего, имел место в их ситуации коммуникативной, ну, потому что коричневый галстук, который указывала Салли, по факту занимал какое-либо место в серии, то есть он-то был третьим относительно того, который, ну, розово-зеленого, в котором Гарри находился в момент совершения высказа. Дальше Гаукер делает несколько общих замечаний по всем критериям. Он говорит, что, во-первых, они подбираются от хок в зависимости от ситуации, то есть мы можем добавить какие-то еще, возможно, все зависит от того, какие ситуации у нас возникнут. Возможно, некоторая совместная интерпретация нескольких демонстративов, то есть когда мы говорим «этот лучше того», все эти самые же критерии, они будут применяться для определения референции обоих демонстративов. Также зависимость интерпретации предложения с демонстративами от контекста может быть связана с наличием в предложении не только этого самого демонстратива, но и каких-либо других выражений, которые тоже могут изменять свое значение в зависимости от контекста. То есть тут нужно быть внимательным и смотреть не только на демонстративы. И также он говорит, что могут существовать строгие ограничения, которые вызваны самой синтаксической структурой высказывания, которые будут накладывать ограничения эти самые, запрещать определенные интерпретации демонстративов. Ну, то есть вот там он говорит, что может быть невозможным, чтобы этот или тот совместно указывал с определенной дискрипцией. То есть, соответственно, кореференции у них не будет происходить. Соответственно, еще помимо, то есть что еще может помогать нам осуществлять интерпретацию высказанных предложений с демонстративами, это, собственно говоря, сама синтаксическая структура этих предложений, потому что она тоже помогает понять, на что же демонстратив мог указывать, а не только вот эти самые шесть рассмотренных критериев доступности. Далее, соответственно, Гаукер, конечно, оговаривается о том, что это могут быть не единственные шесть критериев, то есть можно добавить каких-то еще, возможно, пожалуйста. Но для простоты как бы теории предположим, что все те, которые есть вот эти шесть, это вот они, больше нет. И он говорит, что если ровно один объект удовлетворяет каждому из шести критерий доступности и делает это лучше, чем какие-либо другие объекты, то он, соответственно, является референтом нашего демонстратива этот. Если нет такого объекта, который удовлетворял бы всем этим критериям, то демонстратив вообще ни на что не указывает. То есть осуществить референцию просто не получилось. Произошла там, не знаю, неудача в осуществлении референции. Если несколько объектов удовлетворяют всем критериям доступности в той или иной степени, но ни один из них не делает этого лучше, чем другие, то либо демонстратив снова ни на что не указывает, то есть как в предыдущей ситуации, либо все-таки должен иметься один единственный объект, который наилучшим и адекватным образом будет удовлетворять всем критериям одновременно. То есть так или иначе мы должны суметь выбрать хоть один объект, который совместно всем критериям удовлетворяет лучше, чем все остальные по отдельности. Предполагать, что в подобных случаях референция все-таки осуществляется, то есть что говорящий имел в виду что-то конкретное, то есть в случаях, когда вот мы говорим, что нет такого объекта, который удовлетворял бы критериям, или объектов, соответственно, объектов несколько, но мы не можем среди них выбрать, кто-то может сказать, что нет, все-таки референция осуществляется, потому что говорящий-то имел что-то в виду, у него-то были какие-то интенции, значит, соответственно, референция была. То, что слушающий не схватил эту референцию, это его проблема, а референция, в принципе, была осуществлена. Галкер говорит, что это некорректно, но это очевидно, раз он говорит, что интенции говорящего не являются такими факторами. Ну и, соответственно, опять же, аргументирует это он следующим образом. Если позволить интенциям говорящего определять референт в тех случаях, когда критерии доступности не смогли это сделать, то есть вот эти шесть штук, то в других случаях мы должны быть готовы к тому, что интенции говорящего могут взять и перевесить критерии доступности при выборе референта демонстратива. То есть фактически образуется своего рода конфликтная ситуация между интенциями говорящего и вот этими шестью критериями доступности. Также Галкер говорит о том, что слушающий не должен применять критерии доступности каждый раз, чтобы понять минимальные демонстративы, которые он слышит в высказывании, с которыми он сталкивается. В принципе, но, в общем-то, эти критерии доступности, они касаются только отношений, самых вот этого отношения между минимальными демонстративами и их референтами. Объясняет это он следующим образом. Язык, с точки зрения, это средство выражения концептуального мышления, каких-либо концептуальных мыслей, и часто выбор слов в языке, когда мы что-либо говорим, не предполагает вывода или заключения о том, что требуется сказать, чтобы передать то, что хочется передать в высказывании. То есть нет ситуации наличия некоторой мысли, и затем в следующей ситуации рассуждения о том, а какие слова лучше подойдут для того, чтобы эту мысль можно было выразить. Точно так же понимание слов другого, то есть то, что происходит в ситуации интерпретации высказывания, оно не предполагает и применение общей теории значения. То есть разработка вот этих шести критериев доступности, о которых он говорил, это, соответственно, общая теория значения, потому что она объясняет, каково отношение между демонстративом и референтом. Соответственно, применение этой самой теории, знание, опять же, этой теории, оно не требуется от самого слушающего. Точно так же, как говорящему, не требуется знание того, как связано, собственно говоря, выбор слов и та самая мысль, которую он хочет передать. Иллюстрация здесь этой ситуации может служить ситуация, в которой происходит определение референции демонстратива при совпадении восприятий говорящего и слушающего, то есть они одну и ту же окружающую среду наблюдают, одну и ту же окружающую среду воспринимают, и каких-либо базовых допущений о мире, опять же, об этой самой окружающей среде, в которой находится, и так далее. Вот он говорит, что определение референции в такой ситуации, когда все совпадает, да, это какой-то идеальный случай, но мы можем его допустить, вот, в общем, в таком случае определение референции вообще не требует интерпретации, потому что, а что тут вообще интерпретировать, у них все одинаково. Что окружающая среда, соответственно, что их базовые допущения. Далее, соответственно, в следующем разделе, который называется суждение, вынесенное с учетом всех обстоятельств семантики, Гаукер говорит о том, что вот, в принципе, он определил, что референтом демонстратива является такой объект, который наиболее адекватным и, соответственно, наилучшим образом удовлетворяет всем критериям доступности, но не предложил никакой, соответственно, формулы, которая помогла бы, в общем-то, каким-то образом сопоставить или разрешить какие-то сложности, связанные с одновременными требованиями к нескольким критериям доступности. И он говорит, что вот, возможно, возражение тогда моему подходу, что как же я тогда могу говорить о том, что я предложил теорию или концепцию референции демонстратива. Вот здесь он отвечает на это возражение тем, что говорит, что даже в отсутствии такой формулы, эти самые критерии доступности могут нам, тем не менее, все равно служить каким-то вспомогательным средством в ситуации, когда мы пытаемся определить референт демонстратива. И он говорит, что референт демонстратива должен являться объект суждения вот этого самого вынесенного с учета всех обстоятельств, где как раз-таки под этими обстоятельствами понимаются критерии доступности, а рассмотрение этих критериев доступности направлено на определение того, какой объект, если в принципе таковой имеется, наилучшим и адекватным образом удовлетворяет этим критериям. То есть вот это вот понятие суждения, вынесенное с учетом всех обстоятельств, это, собственно говоря, попытка Гаукера решить, ну, ответить на вот это возражение о том, что он не предложил никакой, соответственно, формул. То есть он, в принципе, говорит, что подобные суждения, они вообще широко распространены в нашей обычной повседневной жизни и имеют важное значение, фактически являются фундаментальными. В частности, вот опять же он иллюстрирует это примерами выбора дороги до какого-либо пути назначения, оценку студенческой работы. Так или иначе, мы можем, например, выбрать между двумя или тремя, или еще несколькими дорогами для того, чтобы добраться до университета. Одна может быть, соответственно, быстрее, другая, соответственно, может быть комфортнее, ну, или там способ добора до университета и так далее. И когда мы решаем, соответственно, по какой дороге пойти, мы рассматриваем большое количество критериев и смотрим, какой объект к какому критерию удовлетворяет. И то же самое должно происходить при ситуации определения референта демонстратива. То есть точно так же, как у нас есть целый набор критериев, мы их оцениваем, соответственно, с разной степенью важности для нас при выборе дороги до университета. Соответственно, какой-то объект может удовлетворять одному критерию, но не удовлетворять другому. Но если последний критерий для нас имеет меньшую значимость, то, соответственно, мы не будем сильное внимание этому критерию уделять и все равно выберем ту дорогу, которая удовлетворяет первому критерию, потому что он для нас имеет наибольшую значимость, наибольшее значение. Ну, а, соответственно, второй, так как для нас имеет меньшую значимость, даже несмотря на то, что объект ему не удовлетворяет, мы все равно этот объект выберем, соответственно, с первым критерием. Также он говорит о том, что можно подумать, что подобные суждения являются произвольными, то есть не допускают какой-то произвол, можно подумать, что они являются субъективными, но он говорит, что на самом деле это не совсем корректная позиция, потому что да, они субъективны в плане того, что да, действительно какой-то критерий для меня является более важным, чем он являлся для другого человека, когда он пытался добраться до университета. Но, тем не менее, это, скажем так, какая-то объективная субъективность, которая не влияет на то, что мы могли бы внести такое понятие суждений, вынесенных с учетом всех обстоятельств, нашу теорию. И, соответственно, почему нам кажется, что подобные суждения не должно быть в семантической теории, почему, соответственно, мы их обвиняем в произвольности субъективности и пытаемся от них избавиться, связано это с некоторым философским предрассудком, как он говорит. И заключается этот предрассудок в том, что мы чаще всего допускаем, с одной стороны, возможность существования суждений, которые могут быть объективно правильными или неправильными, то есть, соответственно, не быть непроизвольными, несубъективными. А с другой стороны, мы осознаем и понимаем, в общем-то, фактически невозможность сформулировать правила, по которому можно было бы определить, действительно ли правильное суждение перед нами или неправильное. То есть, мы предполагаем, согласно этому философскому предрассудку, что да, действительно есть истинные или ложные суждения, но мы не готовы принимать их как истинные или ложные, пока мы не определим правила, которое поможет нам отграничить истинные от ложных. Но сформулировать это правило у нас возможности, если у нас нет возможности сформулировать это правило, то мы тогда говорим, что все-таки суждения вообще могут быть некорректные, то есть, вынесены за пределы правильности или неправильности. В общем, в любом случае, когда мы утверждаем, что какое-то суждение является правильным или неправильным, мы тут же должны предоставить критерий, по которому мы определяем, правильно оно или неправильно. Но, соответственно, если мы такой критерий предоставить не можем, значит, у нас где-то в теории какие-то сложности. Вот, соответственно, Гаукер говорит о том, что это философский предрассудок, и мы не должны на него вестись. Мы, собственно говоря, эти суждения везде, в повседневной жизни используем. Соответственно, чем семантическая теория хуже. Следующий раздел называется «Доступность интенции говорящим». Она, соответственно, говорит о том, что определяющие факторы содержания контекста для интерпретации высказывания должны быть доступны слушающим, и, следовательно, интенции говорящего не могут определять контекст высказывания, то есть повторение его основной мысли. Тут он пытается рассмотреть некоторое возражение этой мысли о том, что некоторые, соответственно, философы и ученые могут говорить о том, что у людей имеется врожденная способность к распознаванию чужих интенций. Эта врожденная способность может быть, соответственно, даже у самых маленьких детей, которых, соответственно, еще способность к языковому выражению своих интенций и еще чего-либо даже не появилась. Ну и, соответственно, это вот такова структура человеческой психики. И, соответственно, значит, если мы принимаем идею того, что это врожденная способность к распознаванию чужих интенций имеется, значит, соответственно, тезис Гаукера о том, что раз интенции недоступны, значит, мы не можем на них полагаться, он фактически становится ложным, то есть теряет свое подкрепление. Но Гаукер отвечает, что, в общем-то, никаких убедительных свидетельств в пользу такой способности нет. Вот сначала предоставьте, тогда поговорим. И фактически он говорит, что даже дело и может быть не столько в отсутствии убедительных свидетельств каких-либо эмпирических и так далее, но речь идет о том, что, в общем-то, обнаружение интенций говорящего, оно всегда происходит в ситуации интерпретации. Если на обнаружении интенций говорящего происходит ситуация интерпретации его слов, интерпретации его высказываний, то есть говорящий может сказать, что он имел в виду, используя демонстратив. Это может выглядеть как-то банально и не очень понятно, но речь идет о том, что единственный способ фактически определить интенции говорящего – это интерпретировать его слова. Значит, если мы хотим интерпретировать слова, ссылаясь на интенции говорящего, мы уже не можем это сделать. А значит, в таком случае, раз мы не можем это сделать, значит, мы не можем интерпретировать слова говорящего, и значит, мы вообще не очень понимаем, о чем он говорит. Но очевидно, что такой ситуации не имеется. Языковая коммуникация происходит, более того, она периодически является успешной, соответственно, интенции говорящего не определяют, не являются факторами, которые нас определяют контекст, в котором осуществляется высказывание, и не помогают определить референт контекстно-зависимого выражения, в данном случае демонстратива. Интенции говорящего можно воспринимать с точки зрения Гаукера как то, что говорящий должен был иметь в виду, используя демонстратив, чтобы слушающий проинтерпретировал последний так, чтобы эта интерпретация совпадала с критериями доступности. То есть, грубо говоря, мы здесь накладываем, ну даже не накладываем ограничения, скорее предъявляем требования к самому говорящему, то есть как должен говорить говорящий, чтобы слушающий понял, о чем идет речь, то есть определил правильный референт, схватил там пропозицию и так далее. Вот, собственно говоря, интенции говорящего как раз-таки и должны пониматься, как вот, а что должен был иметь в виду говорящий, используя демонстратив, что он на самом деле имел в виду, нас совершенно не интересует. И опять же здесь Гаукер возвращается к примеру с Гарри и Салли и говорит о том, что если вот мы знаем, что у Салли хороший вкус, и в принципе, то есть нам эта ситуация, это известно, и она не могла считать, что розово-зеленый галстук сочетается с этим новым костюмом коричневым Гарри, то мы должны сделать вывод, что она не могла намереваться указать с помощью своего демонстратива этот, который она использовала, на розово-зеленый галстук. То есть нас не интересуют интенции Салли, мы вообще, может быть, даже считаем, что у нее их и нет, если мы там какие-нибудь совсем радикальные философы сознания типа Дэна и так далее. Просто мы предполагаем, что, наверное, Салли должна была иметь в виду вот это, чтобы, соответственно, это совпало с нашим бэкграундовым знанием о том, какова Салли, то есть о том, что у Салли имеется хороший вкус, и розово-зеленый галстук, очевидно, не сочетается с коричневым костюмом и так далее. Но, соответственно, с учетом критериев доступности, которых было шесть, Салли не смогла указать на коричневый галстук. То есть Гаукер оценивает эту ситуацию как ситуацию провала в референции. Не можем мы говорить о том, что референция была осуществлена, потому что там Салли указала на то, что она имела в виду, то есть объект соответствовал ее интенциям. Интенции не определяют контекст высказывания, и, соответственно, ни одному из критериев доступности демонстратив этот, который Салли использовала, не удовлетворял, и, соответственно, никакой референции не произошло. То есть Салли не смогла указать на коричневый галстук. Это фактически приводит Гаукера к тому, в общем-то, к формулировке, что ли, правила о том, как должен говорить говорящий, а должен он говорить так, чтобы объект, на который действительно указывает используемый им демонстратив в коммуникативной ситуации, то есть в контексте, совпадал с объектом, о котором он намеревается говорить. Ну, то есть он должен говорить так, чтобы привлечь внимание слушающего к тому объекту, на который он, собственно говоря, говорящий, и намеревается указать. То есть говорящий должен оценивать объективную обстановку коммуникативной ситуации, в которой он находится, то есть оценивать контекст. И в завершении, последний раздел, который Гаукер переходит, то есть раз он сформулировал правила до этого о том, как должен говорить говорящий и как происходит определение референции и так далее, раз мы заговорили о правилах, значит, мы заговорили о чем-то, связанном с нормативностью. И последний раздел как раз таки и называется нормативность семантики. Начинает он с того, что давайте предположим, что семантика – это все-таки эмпирическая некоторая наука, естественная наука. И когда мы определяем пропозицию, выражаемую в высказанном предложении в контексте, мы фактически осуществляем деятельность, которую осуществляют эмпирические ученые, мы обнаруживаем некоторое естественное свойство, естественно принадлежащее свойство вот этому самому предложению, которое было высказано в контексте. И мы будем тогда говорить, что, если мы предполагаем, что семантика – эмпирическая наука, что предложение выражает определенную пропозицию в определенном контексте в силу некоторого естественного соглашения. Здесь он приводит пример брачных танцев птиц и говорит о том, что вот свойство быть каким-то определенным, соответственно, конкретным брачным танцем – это естественное свойство определенного поведенческого паттерна. соответственно, свойство заключается в том, чтобы поведенческий паттерн был таким, чтобы результатом этого поведенческого паттерна, соответственно, в общем, чтобы результатом этого брачного танца стало то, что должно быть. Но в то же время он говорит, что этот, соответственно, брачный танец птиц, он является конвенциональным, то есть является в силу какого-то соглашения. Другие похожие виды птиц могли бы развиться с совершенно другими брачными танцами, но, тем не менее, функционал у этого брачного танца оставался точно таким же. То есть функцию оно бы выполняло, но он был бы каким-то другим. И, соответственно, вот это только, вот это, то, что танец мог бы быть другим, а не вот таким с необходимостью, какой он есть сейчас у птички, мы, соответственно, ну, мы галкеры, соответственно, называют вот конвенционально. Ну, и вот предположим, что определение пропозиции – это происходит, соответственно, предложение выражает эту определенную пропозицию в определенном контексте в силу вот какого-то тоже такого же естественного соглашения. То есть, с одной стороны, есть какие-то биологические факторы, а с другой стороны, есть какие-то конвенциональные. Но вот они все вместе сосуществуют. В рамках семантики естественное соглашение предполагает, что говорящий делает свои мысли доступными слушающему, высказывая определенное предложение. И та предложенная теория референции демонстративов, то есть, тот подход, который предлагает галкер, это как раз-таки теория отношений между референтом и демонстративом, а не процедура определения того, на что указывает демонстратив. То есть, это не объяснение того, что должен делать слушающий, чтобы правильно определить референт демонстратива. То, что галкер разрабатывал, вот эти там, соответственно, на шесть критериев доступности, это теория только отношений того, как могут быть связаны объективно между собой референт и демонстратив. Процедура же определения того, на что указывает демонстратив, то есть, фактически, вот что должен делать говорящий для того, чтобы понять, на что указывает демонстратив. Это процедура вынесения суждения с учетом всех обстоятельств. То есть, когда мы делаем суждения, вынесенные с учетом всех обстоятельств, о которых говорил галкер, вот тогда мы говорим о том, что мы конкретно определяем, на что указывает демонстратив. Соответственно, шесть критериев доступности и вынесение суждения с учетом всех обстоятельств – это разные части теории значения демонстратива. Но, однако, он говорит о том, что если мы говорим о том, что отношение между демонстративом и его референтом определяется в результате вынесения таких суждений, то есть, а мы же где-то там до этого определили, что референт демонстратива является объектом таких вынесенных суждений, то мы, соответственно, не можем рассматривать подобное отношение, которое существует между демонстративом и референтом объективно, как некоторое естественное соглашение. А раз мы не можем рассматривать его как естественное соглашение, значит, соответственно, наше допущение о том, что семантика и эмпирическая наука было неверно. Альтернативный вариант, который, соответственно, предлагает Гаукер, это вариант о том, что семантика является нормативной наукой, а не эмпирической, естественной наукой. А формулирование семантической теории – это фактически конструирование или, как он говорит, кодификация некоторой системы норм. Норма – это правило, которому люди должны подчиняться, независимо от того, что они делают. Соответственно, у нас есть какие-то семантические нормы, которым должны подчиняться и говорящие, и слушающие для того, чтобы коммуникация была успешной. Соответственно, если мы говорим о случае семантики для демонстративов, то нормативность теории значения демонстративов означает, что пользователи языка обязаны говорить так, чтобы коммуникация была эффективной. В случае, если демонстративы, которые они используют, интерпретируются как указывающие на то, что определяется референтом такого демонстратива в соответствии с критериями доступности, то есть в соответствии с какими-либо объективными условиями, в той ситуации коммуникативной, в которой мы находимся. Собственно говоря, это вот правило того, как нужно говорить, но не правило того, как нужно слушающему определять, что же является референтом демонстратива им услышанным. Вот, собственно говоря, на этом все. На этом статья Гаукера заканчивается. И вот завершается вот он таким утверждением о том, что семантика это все-таки не эмпирическая наука, а некоторая нормативная наука, и связана она с правилами, которыми должен следовать говорящий для того, чтобы коммуникация была успешной. Ну, а связано это опять же с тем, о чем я говорила вначале, что семантика, она стоит на службе у теории коммуникации, то есть фактически ей подчиняется. Вот, на этом все. Эта маленькая статья окончена. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Ну, если позволить, я пару слов скажу. Большое спасибо, Ольга. Статья действительно интересная, но как-то она меня немножко смущает. Устранить прагматику универсальным образом, устранить прагматику применительно к естественному языку и обыденному общению, ну, это очень, мне кажется, сильно, слишком даже сильно. Мы должны стремиться, конечно, к устранению, к нулевой прагматике, но это можно сделать в достаточно независимых от контекста языках. Ну, надо, допустим, в области какой-то научно-дисциплинарной деятельности можно достигнуть. Ну, например, когда биолог говорит слово «собака», ну, мы вполне можем понять, что он говорит о каких-то животных. Ни о числах, ни о геометрических фигурах. И не пытается оскорбить нас, когда произносят слово «собака». А если в обыденной речи мы слышим слово «собака», то, может быть, наш собеседник пытается нас оскорбить. И как-то универсальным образом решить этот вопрос, есть ли здесь референция к тому или иному объекту, а может быть, это стремление не к референции вовсе, а как-то на нас воздействовать. А может быть, это ещё что-то третье. Ну, то есть в области обыденного употребления языка как бы устранение прагматики, мне кажется, невозможным. Ну, другое дело, что мы должны рационально относиться к прагматике, да, и автор, наверное, это желает сказать. Наверное, он это желает сказать. То есть мы всегда можем спросить говорящего, а что ты думаешь, а что ты хочешь сказать, а может быть, ты что-то обозначаешь или ничего не обозначаешь, а может быть, ты хочешь как-то на кого-то воздействовать, когда произносишь то или иное. Ну вот понятие интенции – это право говорящего разглагольствовать как угодно о том, что он хочет. Интенция – это произвол говорящего. Он может давать те или иные определения, может и быть референция, может и не быть референции, как он пожелает. Ну, конечно, в научно-дисциплинарной коммуникации в каких-то свободных от контекста языках, да, прагматику надо изживать, надо стремиться, чтобы она достигла нуля, да, хотя она, может быть, и не всегда достигает нуля. Но в рамках обыденной коммуникации что-то как-то мне не верится, что такое возможно. Ну, вот такое соображение. Да, спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну, если, опять же, если мы сводим прагматику к определению интенции, то есть к включению интенций в число факторов, определяющих контекст, то, в принципе, то есть если мы не говорим о том, что когда мы слушаем слова другого человека, слушаем высказывания другого человека, то мы, соответственно, пытаемся выяснить, какие интенции у него там за этим стоят. То есть мне кажется, тут нужно понимать еще то, что Гаукер, вот я не случайно сказала в самом начале, что он ученик Селларса. Селларс же критиковал у нас миф данного. И Селларс критиковал все различные интерналистские, ну, по крайней мере, из Селларса выводят различную критику интерналистских концепций ментального в целом, ментальных там состояний в частности и так далее. То есть, соответственно, и если я не ошибаюсь, я мельком вот глянула, у Гаукера, по-моему, какая-то тоже есть работа, что-то про интенции более раннее, большая какая-то книжка, где как раз он и критикует интернализм. То есть мне кажется, что его вот эта, его философия языка, если это можно так назвать, которая связана как раз-таки с определением семантики и прагматики, взаимоотношения семантики и прагматики при определении референции демонстративов, она как раз-таки является следствием из его позиции в рамках философии сознания. И, соответственно, если мы принимаем тезис о том, что ментальные состояния приватны, но, по всей видимости, Гаукер его принимает, и никаким образом они доступны быть не могут никому, то значит, что мы не можем полагаться на наличие интенции, как то, что нам поможет определить, на что указывал референт. То есть это не означает, что мы вообще просто перестаем рассматривать высказывания других людей как не указывающие нам на то, что они имели в виду. Это вопрос о том, что мы чисто технически, инструментально, если так можно сказать, перестаем рассматривать интенции как элемент контекста. Потому что мы, собственно говоря, просто к этим интенциям никакого доступа не имеем. И вообще ничего о них не знаем. А раз мы ничего о них не знаем, соответственно, как мы можем их использовать как что-то, что помогает нам определить референт. Мне кажется, что Гаукер в этом плане он не пытается отрицать прагматику вообще. Не только в том смысле, когда он говорил о том, что в своем особом смысле, как он понимал прагматику во втором, а не в первом, как исследование интенции. То есть он не отрицает, что мы вообще полностью должны перестать видеть за словами и высказываниями людей и каких-либо вообще других агентов какие-либо интенции. Мы не должны использовать интенции, которые могут быть у этих людей, а может быть их и нет, мы не знаем, мы не должны использовать их как то, что помогает нам определить референт демонстратива. То есть мы не должны на них полагаться. Как мне кажется, это все-таки немножко другая позиция, нежели вот ту, про которую вы говорили. Ну, может быть. Но тут, в общем-то, когда мы говорим об интенциях, это, так скажем, пустой звук. Мы можем определить этот пустой звук как угодно. Ну, например, мы можем сказать «за тобой произвол, за тобой последнее слово», вместо разговора «твоя интенция». Я вот в корне не согласна с тем, что интенция – это пустой звук, и с тем, что мы никаким образом не можем понять интенции другого человека. Но я не буду спорить с позицией Гаукера, потому что именно в тех рамках, которые он задал, в принципе, кажется, что интенции там и не нужны. Я вот хочу уточнить. Значит, там, где он дает этот перечень из шести критериев, не совсем понятно, что, в общем, чья перспектива используется для того, чтобы эти критерии применять. Перспектива слушающего или перспектива говорящего. Вот такой пример, допустим. Джон приходит в гости к Полу и обнаруживает Пола больным, лежащим в постели. Но болезнь не заразная, поэтому Джон остается у Пола. И для того, чтобы его развлечь, смотрит в окно и рассказывает Полу о том, что из того, что там происходит, привлекло его внимание. Внезапно он видит какого-то человека, который очень сильно поражает его своим необычным внешним видом и поведением, и восклицает, он идет сюда. Пол спрашивает, кто идет сюда. Джон уточняет, вон тот странный мужик. Пол по-прежнему лежит в постели и не видит странного мужика за окном. Однако он, зная Джона, зная, что Джон не склонен к галлюцинациям и дурацким розыгрышам, полагает, что действительно есть какой-то мужик, которого Джон почему-то посчитал странным, который сейчас находится за окном и идет сюда. То есть, в принципе, в терминологии, которую некоторые используют, можно считать, что произошла неспецифическая ДР-привязка к этому мужику. То есть, Пол может для себя сказать Джон сказал, что он идет сюда и знать, что в этом случае он обозначает какого-то этого мужика, которого он просто не видит. Но это конкретный мужик, а не не просто какой-то из возможных странных мужиков. Возможных мужиков, которые могли бы Джону показаться странными. И вот вопрос. В данном случае референция осуществлена успешно или нет? То есть, если мы будем считать, что имеется, то есть, что критерии применяются к контексту Джона, то тогда в принципе никаких проблем. У Джона есть доступ к мужику. Значит, этот доступ осуществлен, то есть, как это сказать, этот доступ дает ему возможность понять, что критерии выполняются и, соответственно, Пол, если бы он был на месте Джона, он бы понял, на что указывает местоимение он. Но если мы пытаемся применять эти критерии к контексту Пола, тогда мы должны сделать вывод, что, несмотря на то, что Пол после пояснения Джона понял, о ком идет речь, хотя и не видит его, технически референция провалилась. вот вопрос, как ты, Ольга, считаешь, как мы должны разрешить этот случай? Хороший вопрос, как я считаю. Мне кажется, хотя, с другой стороны, не знаю, если честно, вот интуитивно, опять же, так сходу, если, собственно, сильно не думая, мне кажется, что если, я только запуталась, кто там на кого смотрел и кто сказал, в общем, тот, который не видел мужика, в общем, я думаю, что референция провалилась. Почему? Потому что, если мы ставим теорию, семантическую теорию на службу теории коммуникации, как Гаукер предлагает, то тогда получается, что коммуникация, в общем-то, была не очень успешной, то есть никто не понял, чего нужно делать. Соответственно, ну идет он, ну хорошо идет, и что? Как бы, что мне из этого нужно делать? Кто идет? В каком виде? Почему он там странный? И так далее. То есть какие действия мне следует предпринять после того, как я услышал обращенное ко мне или не ко мне высказывание? Тут мы опять только просто должны опять же осознавать, что мы принимаем допущение о том, что коммуникация предполагает соответственно влияние на действие. То есть есть какая-то связь между тем, что говорится и слышится, и тем, что соответственно делается. И если эта референция как бы со стороны того, кто говорил, со стороны говорящего, да, она могла бы быть, но если мы не принимаем как Гаукер того, что интенции должны включаться в число факторов, значит, тогда мы говорим, что нет, говорящий ни на что не указал. Почему не указал? Потому что слушающий не смог конкретно определить, какой объект это был. Вот как-то так. А он, очевидно, у нас не смог определить, что там за мужик шел и так далее. Это сложные интуиции, но я, опять же, не могу исчерпывающим образом их обосновать. Ну и именно потому, что у меня противоположные интуиции, я склонна думать, что в некоторых случаях для того, чтобы понять, к чему осуществляется референция, слушающие все-таки используют какие-то реконструкции, интенсии говорящего, но вот в нормальном случае, когда контекст говорящего и слушающего совпадает, или когда слушающий может восстановить контекст говорящего по известным ему данным, тогда это обращение к интенсам не требуется. Но смотри, ты же сама сейчас сказала про реконструкцию интенсии. То есть у нас в рамках вот этой концепции, с которой спорит Гаукер, у нас нет реконструкции интенсии. У нас есть сами интенсии напрямую, которые входят в число факторов, которые определяют контекст. Вот прям сами интенсии, грубо говоря, ну вот если прям совсем грубо говоря, что мы заглянули в голову к говорящему и прям увидели у него там интенсию указать на вот этого идущего странного мужика. Как бы очевидно, что это невозможно. И исходя из вот такой довольно очевидной, в каком-то смысле может быть даже тривиальной и банальной идеи, что к интенциям никакого доступа нет, все, что есть, это вот только реконструкция интенции, как ты сказала, или интерпретация интенций. Мы, соответственно, не можем включать интенсии в число факторов, определяющих контекст. Реконструировать, да, пожалуйста, мы их реконструируем на основании того, что нам говорит наш говорящий. Но к самим интенциям доступа, соответственно, нет. Пожалуйста, пожалуйста. по поводу интенций. Дмитрий Владимирович, вы сказали, ну, привели пример биолога, который употребляет слово собака и сказали, что если он это делает в обыденной ситуации, ну, как бы в рамках обыденной речи, то это может быть оскорблением. Если он это говорит в рамках некоторой дисциплины, то, соответственно, это может обозначать некоторый биологический вид. Вот. И потом еще у вас прозвучала мысль о том, что интенции это произвол. Но вот я бы хотел уточнить, чей произвол? Говорящего все же или слушающего? Я предлагаю рассмотреть следующий пример. Сидим мы, допустим, на кафедре и у нас проходит очередное заседание кружка аналитической философии. Вдруг открывается дверь, вбегает какой-нибудь знаменитый биолог, смотрит на нас удивленно. и громко произносит о собаке, это мигрирует, после этого выбегает, и наше заседание вроде как должно продолжиться. Но, естественно, мы думаем о том, что же он имел в виду. У нас никакого доступа нет к его интенциям, и мы вольны, в общем-то, делать выводы относительно его слов сами. Вот. где проходит, как определить, в какой ситуации он находился, обыденная речь или дисциплинарная, и чьи же все же, чей же это произвол интенции? Ну, я имел в виду произвол, который слушающий дарит говорящему. Слушающий предполагает, что говорящий мог иметь в виду что-то не то. В отношении бежавшего биолога мы допускаем достаточно широкую шкалу, должны допустить в подобной ситуации очень широкую шкалу произвола. Почему? Потому что мы не предполагаем, что у нас есть здесь какой-то дисциплинарный разговор. Мы предполагаем, что это просто вот некоторый индивид захотел с нами пообщаться. Мы можем даже предположить, что он рехнулся и что он когда говорит, что собаки мигрируют, имел в виду птиц, которые мигрируют или еще что-нибудь. Но мы должны, даже если он шизофреник, дать ему свободу, объяснить, что это на самом деле пернатые друзья, вот это и будет его интенцией. Мы ждем, разъясним. И мы узнаем, что его интенция это миграция пернатых друзей, которые почему-то в силу его профессиональной деятельности напоминают собак. Примерно так. как? Ну, то есть, если я правильно понимаю, мы должны обратиться к одному из этих шести критериев, именно к этому черити, допустить, что этот человек все же разумен, и что-то он разумное хотел высказать, и мы попытаемся реконструировать его мысли. мы предоставляем ему бесконечное время для реконструкции того, что он хотел сказать. Это и называется интенцией нашего сумасшедшего, нашего дорогого шизофреника. Да, но дело ведь в том, что вряд ли этот говорящий все же пояснит, что он имел в виду в конце концов убежал, а понимать-то это нужно нам. Не является ли интенция или обращение к интенциям, в том числе и произволам тех, кто слушает. То есть мы можем приписать ему какие-то интенции в конце концов. Я думаю, наиболее разумным в этом случае было бы просто оставить содержание сказанного недоопределенным. то есть как вот если мы услышим вне контекста предложение там Вася нашел ключ. Мы будем знать, что ключ может означать маленький металлический предмет для открывания двери, а может означать источник воды. И без контекста, без дополнительных каких-то факторов мы не сможем сделать выбор, но почему мы должны его обязательно делать? Мы можем просто держать в голове оба этих интерпретации и если какая-то из них будет релевантна по отношению к нашим действиям каким-то, например, скажем, мы хотим набрать воды и знаем этого Васю, то на тот случай, если это все-таки речь шла об источники воды, мы его спросим, Вася, а ты можешь показать, где ты нашел этот ключ и так далее? Но с другой стороны, мы постоянно помним, что мы можем и ошибаться, потому что данных недостаточно. Ну да, вот это ключевое, мне кажется, слово, мы можем ошибаться от истолкования интенций, но если мы предоставим говорящему, так скажем, бесконечное время и будем бесконечно толерантны к его разглагольствованию, мы выясним, что это на самом деле имелись в виду птицы, которые собираются на юг, хотя наш шизофреник и был биологом, но говорил он именно об этих птицах, которые собираются на юг. У меня вот тоже появился вопрос, я, честно говоря, в недоумении, почему у нас вообще могут возникать какие-то проблемы с уточнением интенций, вот все перечисленные контрпримеры или просто примеры, они подразумевают, что у нас в каждом случае, вот в этом проблемном случае, когда мы затрудняемся понять, какая интенция у говорящего, у нас всегда есть какая-то возможная стратегия, которую мы могли бы применить к данному случаю и позволить говорящему уточнить свою интенцию. Ни один из примеров не представлял такую ситуацию, в которой мы бы затруднились определить или найти такую стратегию. То есть даже если вот в примере льва биолог убежал, мы знаем, какая стратегия поможет нам его интенцию прояснить, догнать биолога и потребовать объяснений. И со всеми остальными примерами такая же ситуация. Поэтому на мой взгляд я вообще не понимаю в чем проблема. Давай допустим, что биолог забежал, сказал эти слова и умер. Но это тоже не проблема на мой взгляд. То есть у нас все равно остается какая-то стратегия в голове. Как мы могли бы определить его интенцию, если бы он не умер? То есть по-моему смерть это не такой серьезный факт, мешающий нам определить стратегию определения интенции. А что если он нам наврет? Намеренно? То есть интенционально наврет или нет? Во-первых, есть вероятность, что он нам наврет интенционально. Во-вторых, он может ошибаться в отношении собственных интенций. Я про это в том числе в чате написал. и это в принципе довольно, как мне кажется, очевидный факт, что мы приписываем своим действиям другие интенции по мере того, как проходит время после совершения этого действия. В зависимости от разных факторов. Иногда намеренно, иногда нет. Ну, то есть получается, что биолог забежал и сказал собаке иммигрируют, думая, что он пытается сообщить вам какую-то информацию. Но на самом деле его интенция состояла в том, чтобы таким образом косвенно передать свое негативное отношение к вам. Правильно я тебя понимаю, Илья? Ну, про негативное отношение это твое допущение, но на самом деле мало ли чего он этим хотел сказать. Может, он поспорил со своими друзьями, о которых мы не знаем. Может быть, он поспорил со своими воображаемыми друзьями, что он это сделает. А может быть, он потом уже забыл о том, что у него есть эти воображаемые друзья. Всякое бывает. Вот ты, Илья, сейчас как раз перечисляешь возможные стратегии прояснения интенции этого биолога. Мы можем сделать одно предположение, и тогда мы можем разработать алгоритм, каким образом нам это предположение подтвердить или опровергнуть. По результату подтверждения или опровержения первого предположения мы переходим к следующей стратегии, то есть к следующему варианту, и у нас опять возникает какой-то алгоритм подтверждения или опровержения следующего варианта интенции и так далее. Ну да, но я имею в виду, что у нас никогда нет критерия проверки точности и достоверности успешности, скажем так, нашего алгоритма. То есть, во-первых, интенции говорящего скрыты от нас за приватностью ментальных состояний, а если мы хотим отказываться от тезиса приватности ментальных состояний, это очень большая задача для того, как вообще это делать и какую теорию здесь сформулировать. Это первый момент. А второй момент в том, что, опять же, эпистемические агенты, да и вообще любые агенты, не погрешимы. И поэтому даже если наши алгоритмы, допустим, позволят докопаться до того, что агент имеет в виду прямо сейчас, то есть прорваться через его тезис, прорваться через приватность его ментальных состояний, то мы все равно не можем быть уверены, что в прошлом он думал именно это. Для этого надо еще и в прошлом уметь перемещаться. То есть тут две очень важные задачи для теоретической физики – изобрести машину времени и уметь читать мысли. А мне кажется, еще лучше, если мы пришли на лекцию, которая записана в расписании у этого биолога и проводится у нас на Куйбышево в каком-то подходящем зале. Тогда все гораздо проще. Мы будем думать не о птицах, а о собаках и будем пытаться понять, что значит миграция применительно к собакам, как к особому животному виду в устах нашего биолога. Хотя мы можем ошибиться, конечно, всякое может произойти, но нам не нужно употреблять слово «интенция». Мы просто предоставим ход времени лекции и будем надеяться, что в конце этой лекции мы поймем, что хотел сказать наш биолог. Разговор об «интенциях» как бы неуместен. Ну почему же неуместен? Если вы все равно говорите, что в конце лекции мы можем надеяться понять, что он хотел сказать, значит наша цель все-таки установить, что он хотел сказать. Ну да, когда все студенты будут выходить из этой большой аудитории, да, они будут считать, что они все поняли правильно или чего-то не поняли, но остальное, что они поняли, они поняли правильно. Вот. И интенции здесь не важны, то есть есть определенная научная теория о миграции собак, и речь шла именно об этой научной теории. И в общем-то даже наш биолог безразличен. Примерно так. Ну это и означает, что просто своим высказыванием этот человек обращался к этой теории и хотел донести до вас какую-то ее часть или какое-то ее следствие? Ну да, да, да. Как-то он хотел за эту теорию зацепиться, но это не важно. Важно, насколько мы эту теорию восприняли, осознали. Мне кажется, что интенции, ну даже если они не могут не учитываться при определении значения слов, тем не менее представляют собой достаточно важный элемент мира, потому что люди представляют собой достаточно важный элемент мира, и они все время что-то хотят, эти люди. И для того, чтобы успешно с ними взаимодействовать, зачастую лучше понимать, что они хотят. И поэтому, ну как-то для меня кажется, что обращаться к интенциям в некоторых случаях нормально и нужно. Хотя, повторяю, в большинстве случаев использования языка, как мне кажется, можно вполне обойтись без них. Ну вот в примере, который привел Лев, я согласен, да, нужно обращаться к интенциям. Мы должны предполагать, что вбежавший может разумно нам долго объяснять, что же он хотел сказать. А когда мы пришли на лекцию, мы это уже предполагаем, мы так и должны быть, он должен быть разумным, и он должен использовать язык референциально, и собаками называть собак, и так далее, и тому подобное. У меня один только вопрос. Я понимаю, что философия сознания и философия языка связаны, и где интенции там философия сознания. Но как обсуждение доклада по философии языка перекочевало полностью обсуждение философии сознания? Речь ведь у Гаукера идет о том, что мы не можем определить значение слова, конкретно нашего демонстратива. И речь идет о том, должны вот мы включить число параметров, которые помогают нам определить. Я не знаю, давайте даже вспомним, ну, контекст каплановский, где у нас там есть агент, время, место. Вот имеет нам туда смысл добавить буковку «и», которая будет обозначать интенции? Или не имеет? Потому что агент – это вроде как мы можем определить, агент – это вот тот, кто говорит. Конкретный прямо человек, который занимает место параметра агента. Место мы тоже можем определить, потому что вот мы можем, там, не знаю, кафедру нашу взять и загрузить туда конкретно в этот параметр. Время тоже можно загрузить, там, какие-нибудь 17, 50 и так далее. Вопрос в другом. Мы можем загрузить конкретную интенцию на место буковки «и» в перечислении наших параметров? По всей видимости, нет, не можем, потому что, чтобы ее туда загрузить, нам нужно обнаружить интенцию. Прям вот взять и найти ее. Точно так же, как мы можем взять и найти конкретного говорящего, который говорит. Конкретный, конкретную аудиторию, где мы находимся, конкретное время, в которое мы находимся. Все это объективно нам доступно. Интенцию мы взять и загрузить на место буковки «и», чтобы она помогла нам, добавила еще один дополнительный параметр для определения контекста, мы этого сделать не можем. Потому что у нас нет доступа к ментальным состояниям. Мы можем… А нет доступа к ментальным состояниям? Мы же можем опосредованно ее определить и построить алгоритм определения. Разве этого недостаточно? Вот именно. И мы можем даже не определять ее окончательно, а просто знать, что она есть. И тогда у нас получится ситуация неспецифического ДРЭ, когда мы знаем, что там есть какой-то объект, которого мы сами индивидуировать не в состоянии, но мы знаем, что говорящий может его индивидуировать вот таким вот способом. И этого нам для некоторого понимания предложения удовлетворительного с точки зрения прагматики коммуникации вполне достаточно. Это как прием с актуальной и потенциальной бесконечностью. Мы не можем говорить об актуальных бесконечностях, но мы можем говорить о потенциальных бесконечностях, используя алгоритмы построения бесконечных последовательностей. Ну, вот так же с интенциями. Аня, можешь прояснить один момент? Ты сказала, что, ну, типа, нам не обязательно даже знать, что конкретно такое интенция. Но если я правильно понял, мы с Волёлей, вот у нас есть в рамках условной функции идея ввести дополнительную переменную, переменную i для интенции. А почему она будет пробегать, если мы точно не знаем, что это такое? То есть по каким объектам-то она бегает? Ну, по каким-то объектам и с подходящего множества. Как вот в моём примере со странным мужиком на улице, то есть уже когда Пол слышит первое высказывание Джона, он идёт сюда. Он может предположить, что имеется какая-то интенция, значит, которая помогает Джону связать вот это его употребление и местоимение он с каким-то объектом. Он может также заключить, что этот объект – это какое-то живое существо, потому что неживые существа не могут идти сюда. Какое-то существо, находящееся, скорее всего, в поле зрения Джона, потому что Джон в данный момент занят рассматриванием вида из окна и сообщением Полу о том, что там происходит. Ну и так далее. Что это существо мужского пола. Ну, там дальше, короче, в зависимости от того, насколько хорошо он знает Джона, насколько хорошо он может реконструировать его какие-то психические установки, он может понять приблизительно, о ком Джон может говорить. После того, как он получает пояснение, вон тот странный мужик, он уже понимает, что да, это, значит, человек мужского пола, который ещё и выглядит как-то странно, который идёт по улице и направляется к дому, где они с Джоном находятся в данный момент. И этой дискрипции было бы достаточно для того, чтобы восстановить объект, именно конкретный объект с привязкой АДРЭ, если бы пол попал в ту перспективу, из которой видно, что происходит на улице. Всё это становится ещё более явным, когда мы переходим из описания реальных событий к описанию каких-то убеждений, фантазий, фикции и так далее. То есть, ну, любителям этой тематики известно множество примеров, где люди указывали на какие-то фикциональные объекты, так, что было понятно, что они пытаются осуществить именно референциальное указание, то есть они пытаются на какой-то конкретный объект указать, но при этом, поскольку это фикциональный объект, у слушающего нет к нему эмпирического доступа. Ну и точно так же мы можем сказать, например, там, тот же пример про бабушку, который я как-то уже приводила, что не существует, значит, змеи, в которую стреляла бабушка или которой боится бабушка, но её фикциональная змея, она обладает там какими-то свойствами. И, то есть, что это значит, её фикциональная змея? Что это значит, когда бабушка там говорит, мне кажется, что я в неё попала? Вот это вот она, ну, что мы можем сказать? Это просто результат применения к какому-то, значит, контексту бабушки функции, которая выбирает из этого контекста змею, в которой бабушка думает, что стреляла. То есть мы не видим змеи, но мы знаем, что если бы она была, мы бы могли её выбрать. Ну, мне кажется, вот в случае, по крайней мере, в случае с больным, его другом и странным мужиком, интенции друга вообще никакую роль совершенно не играют. Ну, то есть, да, вот получил какую-то информацию этот несчастный больной человек, и он думает, что за окном есть какой-то мужик, который сюда идёт. Вот тут чудесным образом он, наконец, встаёт, выглядывает в окно, а там сто пятьсот странных мужиков, все сюда идут. Ну, какую роль здесь интенции вообще могли играть для индивидуации какого-то объекта, и какую роль они сейчас играют, да никакой совершенно не играют. Ну, если всё обстоит так, как ты говоришь, если там действительно много странных мужиков, то тогда действительно референция провалилась. Но поскольку Пол предполагает, что Джон всё-таки обладает какими-то навыками успешной коммуникации, и использует вот эти вот критерии, которые, значит, Ольга нам перечислила, для того, чтобы в большинстве случаев его правильно понимали, он до того, как посмотрит на улицу, он всё-таки предполагает, что там имеется один странный мужик, который идёт сюда, и что именно на него указывает Джон. Ну, когда мы интерпретируем слова Джона, например, находясь на месте вот этого больного человека, мы, конечно, используем какие-то критерии вот эти вот, допустим, ту же самую черити, мы допускаем, что Джон вообще разумный там, да, и всё в таком духе. Вот, но всё равно мы к интенсиям-то его не обращаемся. Вот мы можем встать, например, да, и увидеть эти сто пятьсот странных мужиков, которые все сюда идут. Тогда мы Джона можем спросить ещё раз, ну, ты уже вот в этот раз-то покажи, наконец, пальцем, которого ты имеешь в виду, или опиши его более подробно. Ну, это ведь тоже не доступ к интенсиям. Ну, а я не говорю, что мы имеем доступ к интенсиям, я говорю, что мы их реконструируем, исходя из своего знания об агентах вообще, об этом агенте в частности, и о контексте, в котором произведено высказывание. Ну, мне кажется, что вот эти вот критерии, они слушающим как раз помогают избавиться от реконструкции, то есть заменяют эту реконструкцию интенцией. Ну да, я согласна, в большинстве случаев так и есть. А если слушающий – это психиатр, что делать с критерием рациональности? Тогда будет критерий антирациональности. Я думаю, даже психиатр в определенных пределах все равно предполагает наличие некоторой рациональности у своих пациентов, потому что иначе он бы с ними просто не мог говорить. Да-да, полностью согласен. Я хочу, так и не дали мне слово вставить, я хочу на несколько возражений, предложений ответить из того, что вот Аня говорила, если я правильно записала, это где-то уже было минут 10 назад, возможно, я потерялась, что нам не нужно знать, какая, соответственно, у нас интенция загружается, мы просто… То есть она не индивидуирована, мы просто ее туда загружаем. И то, что вот Илья как раз-таки сказал, что у нас и стоит вопрос, мы что туда на место буковки «и»-то будем загружать? Нам нужна реальная конкретная интенция. Просто любая интенция нам не подойдет. Любая интенция, она у нас уже и выражена вот этой буковкой «и», параметром «и», который мы добавим в контекст к тем параметрам, которые есть. Нам, чтобы осуществить интерпретацию, то есть понять конкретное значение конкретного выражения языкового, конкретного демонстратива, индексикала и так далее, нам нужно четко для того, чтобы вот в рамках этой концепции, которая считает, что интенции говорящего включаются в число факторов, нам нужно, чтобы мы на место этой буковки «и» загрузили прямо конкретную, индивидуированную интенцию. То есть просто любая нам не подойдет. У нас переменная, как раз-таки, про которую вот Илья говорил, почему она пробегает, и, собственно говоря, нам нужно, соответственно, множество интенций туда загрузить. Да, но нам нужно множество конкретных интенций. То есть если мы не можем его туда загрузить, то есть непонятно действительно, почему она пробегает. Мы не можем, соответственно, произвести интерпретацию сначала выражения, а потом, соответственно, высказывания, в которые это выражение входит. У нас значения просто не будет. Потому что это значение вот в рамках этой концепции, оно прямо завязано на том, что мы четко загружаем на место буковки и конкретную интенцию. Вот там интенцию обмануть кого-то или интенцию поделиться там представлениями о миграциях птиц и так далее. Но мы не можем определить эту интенцию, пока мы ее, соответственно, не реконструировали и еще так далее. Это первое. Второе, то, что, по-моему, Вика говорила и потом тоже продолжилась, почему бы нам не загрузить в контекст не просто интенцию, а саму интерпретацию интенции, то есть уже проинтерпретировано. Так, собственно говоря, весь процесс понимания значения выражения, то есть коммуникация, схватывание пропозиции, это и есть интерпретация интенций. То есть мы хотим как будто в рамках этой концепции загрузить туда сначала интенцию, а потом проинтерпретировать интенцию. Это не круг, конечно, получается, но что-то близкое, круг, петля какая-то и так далее. То есть мы не, если мы хотим интерпретировать интенции, интенции нам недоступны. Мы их интерпретируем, Гаукер об этом говорит, только исключительно опираясь на слова, которые нам доступны, то есть то, что высказывается. То есть мы интерпретируем то, что в голове у человека, исходя из того, что он нам высказал своими словами, своими высказываниями. Так мы не можем иногда считать, что значение высказывания и значение выражения, которое в этом высказывании есть, они зависят от интенций, потому что мы эти интенции хотим проинтерпретировать и понять только, когда мы все проинтерпретируем. А получается, что если у нас демонстратив зависит от интенции, мы не можем получить его значение, пока мы не определим интенцию. Тогда мы не можем проинтерпретировать вообще все высказывание с этим демонстративом. Вот. Если мы будем загружать туда интерпретацию, вместо, там, не знаю, буковки и параметра, поставлять буковку, там, не знаю, параметр и с сабскриптом, соответственно, не знаю, тоже и, типа, интенция интерпретирована и так далее. Да, это уже будет другая теория, другая концепция. Про нее, соответственно, с ней Гаукер не спорит. Но он спорит исключительно с тем, что вот мы добавляем в число параметров контекста вот эту буковку и, грубо говоря, и на место этой буковки и мы должны загрузить конкретную интенцию. Но мы не можем ее определить, соответственно, все, ничего не получается. Я просто еще хотел немного добавить про то, что я говорил. Мне кажется, еще есть разница между, ну, условно говоря, в кавычках, реальными интенциями говорящего, то есть то, что он реально думал, и тем, что мы ему потом приписали. Потому что, ну, первое, условно говоря, является чем-то, ну, конкретным и реальным и как бы сделанным человеком самим. А второе, мы приписываем ему, то есть мы какие-то придумки придумываем. Мне кажется, что это разные виды интенции еще должны быть. То есть приписанная интенциональность и интенциональность, которая подразумевается в объекте, в агенте. И я в том числе про это говорил, когда спрашивал, а что конкретно подставляется под эту букву и. Потому что если не важно что, ну, мне, во всяком случае, пока интуитивно кажется, что они себя должны по-разному вести, эти два вида интенций. Да, и вот я еще тоже присоединюсь. Мне кажется, что вообще обращаться к интенциям, это, ну, то, что можно назвать оверкилл какой-то. Мы пытаемся понять слова, и при этом мы обращаемся к тому, что человек хотел этими словами сказать. Ну, так если мы и так знаем, что он хотел этими словами сказать, нафига нам это вообще интерпретировать? Да, да, да. Вот это то, о чем я говорила, что это, ну, что-то типа петли получается. У меня опять математическая метафора возникает. Вот мы как будто хотим решить переменную с неизвестной x, чтобы узнать значение x. И решаем уравнение, используя x в процессе решения. У нас разве какая-то петля возникает? По-моему, нет. Здесь то же самое. Нет? На мой взгляд, здесь не то же самое, потому что ты точно знаешь, что x, например, обозначает, ну, пробегает, например, по числам. А числа, они, конечно, разные, наведут себя плюс-минус одинаково. И если ты, например, делаешь решение уравнения в рамках какой-то математической теории, то подразумевается, что, например, эти числа определены какой-то теорией чисел, основаниями математики и так далее. То есть это какие-то конкретные однородные объекты, которые, да, отличаются чем-то, но плюс-минус одного рода. Мне кажется, что интенции, изобретенные говорящим, интенции сконструированные нами, интенции какие-то абстрактные вообще, они очень разные и зависят от тех метафизических оснований, которые мы принимаем. И поэтому нельзя их засовывать все в одну формулу просто так. Если мы используем слово «интенция», это значит, что это термин... Если мы используем термин «интенция», это значит, что это термин, который имеет какой-то объем и какое-то содержание. То есть есть какой-то набор априорно принятых признаков, которыми все интенции обладают. То же самое с переменной х в уравнении. У нас есть какое-то множество объектов, которые обладают определенными признаками. То есть объекты числа, и они подчиняются определенным законам. То есть мы какие-то операции с этими числами можем выполнять. Точно так же и с интенциями. Но когда ты уравнение решаешь, ты заранее не знаешь значение для ха. Значение для ха – это и есть решение уравнения. Вот точно так же и в процессе интерпретации. Ты пытаешься понять, что же имел в виду, какая интенция была. Ты делаешь какую-то работу, и потом только это узнаешь, а не заранее знаешь, что же там имелось в виду. Но мы можем решать уравнение методом подстановки, например, подставлять одно значение, другое значение. Мы можем для уравнения нарисовать график, используя функции, используя целый ряд возможных подстановок. Ну, это, конечно, все работа с метафорой, и она может вводить в заблуждение. Но не знаю. Мне кажется, что здесь то же самое. То есть мы можем с иксом, с каким-то неизвестным, делать какие-то манипуляции на основании того, что нам дает теория. Но и здесь с неизвестной интенцией мы все равно можем делать какие-то манипуляции, просто исходя из того, что мы знаем, что такое интенция и какие интенции могут быть в принципе. Вот именно. Я согласна с Викой полностью. То есть в тех случаях... Я не говорю о том, что мы знаем интенцию заранее. Это было бы действительно глупо и полностью свело бы на нет все дальнейшие рассуждения о теории значения. Я говорю о том, что мы что-то знаем о ней. И исходя из наших знаний о ней, ну, то есть в том числе вот из этих шести критериев и каких-то еще дополнительных знаний, которые мы можем иметь относящиеся к делу, мы можем как-то описать эту интенцию. То есть мы не знаем, скажем, какого мужика имеет в виду Джон, но мы знаем, что это мужик. Значит, и что он на улице, и что он странно выглядит. И во многих случаях этого вполне достаточно. То есть, ну, если использовать аналогию Вики, мы не получили еще пока что значение х, но мы знаем зависимость между значением х и какой-то нужной нам другой переменной. И, в общем, в некоторых случаях может оказаться так, что, зная все условия, мы понимаем, что только одно конкретное значение х может быть подставлено на это место. Я бы вот хотел возразить всем предшествующим размышлениям. Когда мы используем слово «интенция», мы используем, возможно, не термин, а оператор. Когда биолог говорит «собака», он желает кого-то оскорбить. Это не термин, который что-то обозначает, это оператор. И слово «интенция» ведет себя именно как оператор, а не как термин. В данном случае, как я понимаю, когда мы говорим об «интенциях говорящего», то мы действительно имеем в виду… Ну, то есть это действительно сокращенное выражение, которое в развернутом виде будет звучать так. Объект, который намерен был указать говорящий, то есть который говорящий имел в виду. Указание – лишь одна из возможных функций. То, что имеется в виду под данным оператором, может быть достаточно разнообразным. Мы просто должны предоставить ему самому определить, к чему он говорит. Ну, вот то, что вы сказали, Дмитрий Владимирович, это как бы да, это правда, что интенции и прагматика, в принципе, занимаются совершенно разными вещами, и определение референта – это только одна из задач, которая наиболее понятным образом может решаться. ну и вот понятным вплоть до того, что в некоторых случаях мы можем убрать разговор об интенциях вообще из того способа, которым мы решаем эту задачу. когда речь идет о каких-то более сложных вещах, скажем, о метафорическом значении терминов, о каких-то коннотативных их функциях, конечно, сложнее, но, как я понимаю, такую прагматику как бы в статье никто и не обсуждает, и не отменяет. Ну, вот я не знаю, мне показалось, что автор претендует на достаточно глобальную прагматику. Может, я преувеличил? У меня есть еще такой общий вопрос в контексте дискуссии по поводу ненужности интенций. Вот, опять же, это ситуация, когда есть больной, прикованный к постели, и его друг, который смотрит в окно, и друг опять говорит, он идет сюда. Разве у больного, который прикован к постели, вообще стоит какая-то задача прям однозначным образом реконструировать, что же означает он в данном случае? Ну, ему интересно. Ну, до какой степени он должен это сделать? Вот у меня вопрос какой. То есть он должен прямо быть абсолютно стопроцентно уверенный, уверен, что его друг указывает на какого-то конкретного известного ему человека. Или, может быть, неизвестного, но которого он видел хотя бы. Ну, вот в том-то и дело, что нет. То есть в той ситуации, которая описывается в моем примере, ему вполне достаточно понять, что есть какой-то человек, которого имеет в виду Джон, и он обладает вот такими-то характеристиками. То есть если бы ему было нужно что-то от этого человека конкретно, он бы тогда, конечно, попытался выяснить, что это за человек, чтобы смочь его идентифицировать, например, в каких-то других обстоятельствах потом, или что-то такое. Но в ситуации, когда ему этот человек, в общем-то, безразличен, и ему просто интересно, что происходит на улице, он может оставить объект, вот этот конкретный индивид, не загружен, может оставить на его месте просто функцию. Вот да, и мне кажется, что опять не нужно никаким интенциям обращаться, все это выполняет вот эти вот критерии, которые здесь, в частности, тот же самый там черити, например, ну и может быть еще какие-то там указания, допустим, может. Вот, то есть, и даже больше гораздо. Вот этот больной человек, прикованный к постели, он может попросить своего друга, например, сказать, он может ему сказать, иди и узнай, зачем он идет сюда. То есть этот прикованный к постели больной, он не знает точно, о ком идет речь, но он все равно может это высказать. И этот друг сходит, вернется через некоторое время, и, например, он ему скажет, что это садовник, который пошел подстригать кусты перед твоими окнами. Допустим, что-нибудь в этом роде. Тут, ну, не нужно как бы переселяться в голову друга для того, чтобы все знания получить о том, что же он там говорит. Ну, да, в принципе, я согласна, да. Я изначально же привела этот пример не для того, чтобы как-то ввести интенции говорящего в список критериев, а для того, чтобы уточнить, чей контекст является базовым для применения критериев, контекст говорящего или контекст слушающего. Потому что если контекст слушающего, то тогда референция проваливается. А если контекст говорящего, то все в порядке, но тогда слушающий как-то должен обратиться к этому контексту, по крайней мере. То есть даже если не к интенциям, но хотя бы к контексту. Для того, чтобы восстановить хотя бы функцию, если уж не сам референт. Ну вот, в случае с фикциональными объектами там как-то кажется, что без интенции потруднее обойтись. Но хотя все равно нам не нужны, то есть когда мы там говорим с этой же самой бабушкой, которая воюет со змеей, нам не нужно залезать к ней в голову и идентифицировать эту ее фикциональную змею, как бы это ее змея, пусть она с ней и разбирается. Нам эта змея не нужна. Мы просто знаем, что есть какая-то фикциональная змея, в которую бабушка стреляла, и там что-то она этой змее еще приписывает. Ну, не знаю. Мне кажется, тут ситуация достаточно сложная в смысле того, что ну вот мне почему-то в голову приходят примеры, которые Доналан обсуждает в своей статье по поводу референции и определенных дескрипций. А там у него, значит, по-моему, был пример о том, что вот два человека общаются, и один из них указывает на присутствующего, говорит, что вот человек с шампанским, но там никто в комнате с шампанским не пьет, просто кто-то пьет воду из бокалов-то шампанского. Нужно ли нам как бы интенции вообще учитывать для того, чтобы понять, о ком идет речь? Да. У меня-то вообще, если честно, был основной вопрос, который возник после прочтения этой статьи, методологически в каком-то смысле, это вопрос о том, что Гаукер говорит о том, что семантическая теория должна быть подчинена теории коммуникации, но почему-то никого, кроме меня, видимо, этот вопрос, и эта его идея не заинтересовала. у меня-то есть, ну, не то, что сомнения, но, ну, ладно, пусть это будет слово сомнения, а в том, что действительно ли мы должны подчинять семантику теории коммуникации, то есть действительно ли семантическая теория должна объяснять, как люди используют язык для, то есть, как бы, для чего? То есть, либо мы там говорим для передачи информации о внешнем мире, или мы там говорим, что они используют язык для того, чтобы сделать доступными другим свои мысли и так далее. Это ведь совершенно две разные концепции получаются у нас. Одно дело, когда мы говорим о том, что язык указывает на объекты, у него одна функция. Другое дело, когда мы говорим, что язык используется для выражения вот этих вот интенций и всего прочего, что там может быть. Это совершенно другая функция. Если мы разводим две разные функции, значит, у нас, соответственно, у языка появляются две различные теории. Либо, если мы пытаемся их совместить одновременно, не противоречат ли друг другу эти функции, соответственно, не будет ли у нас внутреннего какого-то противоречия в теории. Чтобы не было противоречия, мне кажется, надо действовать как хочешь. Если хотим подчинять семантическую теорию теории коммуникации, то надо подчинять. Если не хотим, то не надо подчинять. Тогда не будет противоречия? Да, вот я тоже за всяческий производ. Если хотите, используйте интенции. Если не хотите, не используйте интенции. Если хотите, подчиняйте теорию коммуникации. Если не хотите, не подчиняйте. Мне кажется, это самая разумная точка зрения. Ну, так это ведет ведь, опять же, к размыванию границ того, что мы понимаем под семантической теорией. Размываем границы семантической теории, размываем границы прагматической теории. Это я уж молчу про синтаксическую теорию. Там вроде как бы чуть получше, чем между семантикой и прагматикой. Нам так или иначе нужно понять, чего мы делаем, когда мы строим семантическую теорию. Я думаю, что вопрос о подчиненности семантике теории коммуникации может решаться примерно так, что в глобальном философском смысле мы, да, можем соглашаться с тем, что семантика подчинена теории коммуникации. Но когда мы занимаемся семантикой, мы просто определяем для себя какие-то вот значит какие-то правила, которые мы можем определять исходя из той теории коммуникации, которой мы явно или не явно придерживаемся. А после этого работаем уже с этими правилами. То есть мы не поднимаемся назад в теорию коммуникации для того, чтобы понять откуда эти правила мы взяли и хороши ли они или плохи. Просто если они внутри нашей семантики как-то работают плохо, ну тогда нам просто значит нужны другие правила. потому что наша задача, наши интересы, они ведь в семантике в первую очередь лежат. Это вот как все равно, что биолог, которому сказали, что вся ваша наука подчинена физике, он скажет, ну и что, как бы у меня есть свои инструменты, своя методология, она работает. Я доволен. Да, в принципе, любой биологический организм является физическим телом и как бы мы можем о нем рассуждать так, но зачем? Я не хочу, мне это неудобно. У меня есть уже свой инструментарий, я буду использовать его. Я не уверена насчет того, что это прям вот сильно корректная аналогия, но тут подумать надо между там физикой, биологией и семантикой теории коммуникации, но подумать надо сходу, я не могу возражения представить, только что-то интуитивное мне тут не кажется хорошим, вот, но просто если мы говорим о том, что да, мы определили для себя теорию коммуникации и, грубо говоря, ее оставили в покое и все, но в зависимости от того, что мы определим теорию коммуникации, мы так и будем соответственно строить нашу семантическую теорию. То есть если мы считаем, что семантическая теория действительно подчинена теории коммуникации, то вот мы прежде чем перейти к семантической теории, мы должны разобраться с теорией коммуникации. Это означает, что пока у нас не будет теории коммуникации, мы вообще не имеем права строить семантику, потому что семантика будет исходить из принципов теории коммуникации. И кто так не делает, по правде, Оля. Все подтягивают базовую теорию так, чтобы она просто хорошо обосновывала те принципы, которые нам уже удобны и с которыми мы хотим работать. Просто некоторые принципы являются явным образом внешними по отношению к семантике. В том смысле, что они имеют какой-то источник помимо самих семантических закономерностей. И тогда мы говорим, да, что вот там есть какая-то теория коммуникации, в которую мы особо не вникаем, но вот мы будем считать, что она такая, что она поддерживает вот эти именно критерии. ну, опять же, если тебе не нравится аналогия с биологией и физикой, вот другая аналогия. Тебе надо, значит, пойти купить хлеба и, ну, там, какой-то алгоритм сформировать для того, чтобы достичь в этом деле успеха. И с точки зрения покупки хлеба тебе совершенно все равно, какой, например, антологической теории ты придерживаешься. Веришь ли ты на самом деле, что существует магазин, хлеб и все остальные объекты внешнего мира? Или ты веришь, что это все тебе только снится там? Возможно, речь здесь идет о прагматической целесообразности или не целесообразности. Дело в том, что теории могут быть до безобразного сложны. Допустим, я подозреваю, что, например, теория коммуникации физиков-теоретиков будет до безобразного сложна. И поэтому, наверное, проще заняться семантикой теоретической физики, чем созданием теории коммуникации физиков-теоретиков. Я полагаю, что вообще любая теория коммуникации будет до безобразного сложна. Да, наверное, я с последним соглашусь. Любая теория коммуникации будет до безобразного сложна. Но если, конечно, мы претендуем на хорошую фундаментальную теорию, до безобразного сложна будет. Вот какие у меня были интенции, когда я нажал на бук пеющие эмоции. Кто тебя знает? Вообще, они никого не интересуют, мы без них интерпретируем. Вот и правильно. Ну что ж, видимо, у нас уже дискуссия подошла к завершению. Всем спасибо, наверное, за участие. Субтитры создавал DimaTorzok